Нг и Цин Винтян. Точнее, сидели они на трех разных сценах. Цин Винтян тихо культивировал, зажав в руки метеоры Юань. За свои четыре часа он овладел вторым состоянием искусства мечты, падающей звездой. Он сумел сделать ее силу такой же, как и в своем пространстве мечты. В этот момент спокойно сидящий Секон Минг вдруг открыл глаза и стрельнул в Винтина своей жаждой убивать. Давление от его взгляда было таким, словно он мечтал убить юношу. Винтян тоже открыл глаза и уставился на Секон Минга, а затем перевел взгляд на Луакиянки. Неважно, Луакиянки или Секон Минг, они оба хотели, чтобы юноша умер. Битвы точно будут очень напряженными. Первая битва. Луакиянки против Секон Минга. Раздался голос. Вся толпа затихла, глядя на двух воинов на платформе. Старик не выбрал Винтина для первой битвы. Битва за первое или второе место. Эта битва будет переломным моментом на Перу Юн Линь. Секон Минг поднялся на первую платформу и встал напротив Луакиянки. Они оба поклонились друг другу, выказывая уважение. Однако обе их астральные души ярко засияли. Толпа ахнула. Вокруг их астральных душ виднелся свет в виде золотой короны. Он был очень ярким. Это означало, что их души пришли из третьего небесного слоя по меньшей мере. Хоть Луакиянки всего год в Академии, он никогда не выпускал астральные души раньше. Он пытался скрыть свою силу и никогда не встречал достойного противника. Однако, сейчас он решил играть в полную силу. Все дрожали. Астральными душами Луакиянки была молния и оружие. Обе души Секон Минга пришли из третьего небесного слоя. У него была астральная душа типа меча и семи убийств. Такие высокие астральные души. Эта комбинация давали воинам невероятную силу при атаке. Неудивительно, что никто не мог против них выстоять. В конце концов, даже для воинов одного с ними уровня победа зависела от силы астральной души. Чем она чище, тем сильнее атака. Глава 140. Против Секон Минга. Цин Винь Тян внимательно следил за битвой между Луакиянки и Секон Мингом. Он смотрел на их астральные души и запоминал все возможности его потенциальных противников. Луакиянки мог задействовать громовые ладони. Они были очень сильны. Он очевидно хотел смешать силу астральной души со своими атаками. Секон Минг пытался сделать то же самое. Древний отпечаток слова был невероятно остр, потому что он использовал силу астральной души типа меча, из-за которой атаки были такими тираническими. Луакиянки и Секон Минг оба были знакомы со всеми способами раскрытия своей силы. В конце концов, Секон Минг был одним из двойной радости страны Снежного облака и имел очень мощного учителя. А Луакиянки пришел из таинственного дворца девяти. И этим было все сказано. В этот момент Луакиянки уже сошелся с Секон Мингом. За Луакиянки находилась иллюзия молнии. Он медленно подходил и его руки источали громовое напряжение, пытаясь втянуть Секон Минга в ближний бой. Однако, сила отпечатков Секон Минга тоже была очень велика. Он успешно увеличивал расстояние между ними. Отпечатки были наполнены убийственной и острой аурой. Они несли разрушение. Едва ли можно представить последствия такого удара. Смерть была гарантирована. Какая ясная атака. Неудивительно, что они оба так близки к первому месту. Никто бы не смог защититься от таких атак. Кажется, что небесное чудо не обмануло нас своими ставками. Атаки Луакиянки и Секон Минга становились все свирепее во время битвы. В конце концов, они задействовали несколько мощнейших техник, а сама платформа превратилась в шторм и бурю. Люди думали, что там наступил апокалипсис. Те, кто стоял близко, отступили. Словно они боялись умереть просто от ужаса того, что там происходит. Как мощно. Воскликнули в толпе. Это и правда была битва за первое место. Они были намного сильнее, чем остальные участники. Техника Луакиянки немного сильнее. Если так и будет продолжаться, то он точно победит. Раздался взрыв и ужасающая аура разрушила пространство вокруг, от чего воинам пришлось оторваться друг от друга. Их одежду разорвал тайфун разрушения. Однако они оба безумно улыбались. Достойно. Я побежден твоей рукой. Больше мне нечего сказать. Ты достоин стать победителем Пира Юн Линь. Засмеялся Секон Минг. Он все равно попадет в таинственный дворец девяти рано или поздно. Стоит завести себе там друга. Он знал о положении Луакиянки во дворце. Ты тоже очень силен. Едва ли ты заслужил второе место. Засмеялся Луакиянки. Сила Секон Минга его также восхитила. Если бы не его задание подняться на седьмой уровень павильона Небесной Звезды, то он никогда не стал бы участвовать в Пиру Юн Линь. Тогда никто бы не смог противостоять Секон Мингу. Если есть ты, то мне не важно, какое у меня место. Толпа вздохнула. Небесное чудо было право. Луакиянки уже почти стал победителем Пира Юн Линь, а Секон Минг стал вторым. Теперь все зависело лишь от Цин Винтина. Но увидев силу двух воинов, никто не мог поверить, что Винтиан способен что-либо сделать. На этот раз это было и правда невероятно. Цин Винтиан сидел на третьей платформе и со странным лицом наблюдал за битвой. Луакиянки был первым, а Секон Минг вторым. А он? Он еще не дрался. Но кажется, что их места уже были высечены на камне, словно пир уже окончен. Я что, пустое место, что ли? Раздался голос Цин Винтина и все перевели на него взгляд. Только теперь они поняли, что Винтиан тоже претендует на первое место. Однако, разговор между Луакиянки и Секон Мингом показал, что они игнорируют существование мальчишки. Луакиянки и Секон Минг нахмурились от его слов. Кажется, он портил им настроение. Луакиянки посмотрел на Цин Винтина. Несмотря на то, что он сумел выстоять против трех его атак, он не ценил юношу очень высоко, поэтому не оценивал как угрозу. Ведь он был Луакиянки. Тогда в Академии, если бы меня не попросили о снисхождении, я бы уже давно убил тебя. И в ту снежную бурю тебе повезло блокировать три моих атаки. Если учитывать случай в темном лесу, то ты трижды избежал смерти. Думаешь, я не смогу убить тебя сейчас? Ну и что, что Винтиан был талантлив? Ну и что, что он уже стал третьим? Нет разницы между третьим и десятым, если ты Луакиянки. Вот в этом ты ошибаешься. Спокойно ответил ему Цин Винтиан. Какой невежественный? Засмеялся Луакиянки. А ты все наперед знаешь? Вообще-то да. Мне кажется, что ты забыл, тогда в темном лесу, как ты отправил своих приспешников убить меня. Тогда я использовал божественные орудия и убил твоих воинов, а ты стоял в стороне и боялся приблизиться. Не помнишь? А ты гордишься тем, что задействовал оружие? Тогда в Академии, насколько ты был сильнее меня? Как легко ты смог бы убить меня? Гордился бы ли ты этим? Засмеялся Винтиан. Подумай об этом. Раз у меня было орудие тогда в темном лесу, то с чего ты взял, что у меня не было его в Академии? Если бы ты попытался убить меня, то угадай, кто умер бы в тот день? Луакиянки застыл. В его глазах блестел холодный свет. Без сомнений, ты бы сдох как собака. А теперь скажи мне, почему ты так дерзко ведешь себя? Заметил Винтиан. Луакиянки холодно хмыкнул. В тот день у них было много свидетелей и много слухов. Цин Винтиан хотел пристыдить его на публике. Если бы Линхуани заступилась за Винтиан, то умер бы он. Тогда в снежную бурю мы с тобой договорились. Я должен был отразить три твоей атаки. Я так и сделал, но ты атаковал меня четыре раза. Ты не смог доказать свою гордость своей силой, и теперь пытаешься опустить меня? Наверное, тебе и самому за себя стыдно. Снова заговорил Винтиан. Луакиянки замолчал. Острый язычок. Но тебе это не поможет. Сила говорит громче слов. Наконец ответил Луакиянки. Винтиан медленно встал, вдохнул и закрыл глаза. Вдруг он распахнул их. Его взгляд стал во много раз острее. Он уже подготовился к двум последним битвам. Ты абсолютно прав. Сила громче слов. Винтиан согласился. Перед силой все уговоры были бесполезны. Выходи, сразимся. Он сказал это тихо, но в его голосе присутствовала странная сила. Его аура сошла с самых небес и потрясла сердца толпы. Винтиан стоял там прямо напротив двух самых сильных воинов на Перу Юмлин. Если он хочет пройти дальше, то ему придется победить их. Секон Минг против Цин Винтина. Донесся голос старика. Посреди сцены начал завывать сильный ветер. Только что закончилась интересная битва между Луакиянки и Секон Мингом. Сможет ли Цин Винтиан провести битву на таком же уровне? Он сразится с Секон Мингом. Если он проиграет, то не сможет бросить вызов Луакиянке. Раз ты так упорно ищешь смерти, я помогу тебе. Я покажу тебе, что в этом мире ты ничего не стоишь, сказал Секон Минг. А Цин Винтиан ничего не сказал. Он едва поднял свою древнюю алебарду и направил ее на противника. Все было понятно и без слов. Секон Минг вступил на третью платформу и медленно направился к юноше. С каждым шагом его жажда крови становилась сильнее. И правда, безумцы бесстрашны. Секон Минг уже выпустил обе астральные души. Они сияли золотым светом. Ужасающая разрушительная энергия плескалась от души семи убийств. Винтиан тоже выпустил обе астральные души. Но постойте, почему же они казались еще сильнее, чем души Секон Минга? Он был единственным на всем пиру юмлин, у кого были такие высокие и качественные души, но его уровень культивации не позволял ему преодолеть их. Умри. Секон Минг взмахнул ладонью и выбросил древние убийственные отпечатки слова. Алебарда рассекла воздух и попала прямо в отпечаток слова, разнеся его на маленькие кусочки. Секон Минг яростно подпрыгнул в воздух. Он выбросил сразу несколько отпечатков, и они устремились на Цинвинтина. Они были так сильны, словно хотели убить его прямо на месте, как кровожадно. Он очевидно хочет отомстить Цинвинтину за смерть второго меча и третьей ночи. Многие молча смотрели на битвы. Вдруг Цинвинтиан, только что засиявший гений, падет на пиру юмлин. Глава 141. Алебарда замахнулась на луакиянке. Цинвинтиан замахнулся Алебарда идеальным движением рук. Удар был усилен его божественной энергией типа горы, и вдруг появилась блеклая тень черной черепахи. Она была устойчива, как настоящая гора. Несмотря на остроту отпечатков слова, они не смогли пробить защиту Вентина. Секон Минг холодно хмыкнул и бросился вперед. Он выставил ладони, и бесчисленное множество острейших отпечатков слова атаковало Вентина. Их единственной целью было убийство. На иллюзорной черной черепахе появились трещины, а Цинвинтиан отступил на несколько шагов. Легкий ветер развивал длинные волосы Секон Минга. Как же прекрасно и вдохновляюще он выглядел. Они с Цинвинтианом были словно из разных миров. Сегодня Цинвинтиан умрет от его руки. Он не знает снисхождения. Пустое место. Как насчет этого? Раз ты ищешь смерти, то я помогу тебе. Секон Минг медленно продолжал двигаться вперед, а пространство вокруг него бушевало в шторме его желания убивать. Он весь был подобен богу смерти. Неважно, кто стоял у него на пути, он безжалостно разделается с ним. Цинвинтиан закрыл глаза и глубоко вдохнул. Толпа была ошеломлена его действиями. Закрыть глаза в такой момент? Он готовится к смерти? Никто ничего не понимал. Все смотрели на Вентина. Некоторые волновались, некоторые не могли дождаться, когда он умрет. Однако, в этот момент из его тела вырвалась ужасающая аура. Его кровь начала кипеть. Его длинные волосы развивались на ветру. Их цвет намного потемнел. Теперь он был черным. Нет, чернее черного. Все подумали, что это сон. Им показалось, что Вентиан прошел через некую трансформацию за считанные секунды. Секон Минг смотрел на него, нахмурив брови. Это что, был его лимит крови? Лимит крови, которым владел Цинвинтиан, пробудился. Он вдруг сам стал больше и крепче. Его окружила аура древнего зверя, словно он был правителем земли и небес. Его глаза распахнулись. Аура божественного монарха вырвалась наружу, подчиняя себе все под небесами и заставляя Секон Минга непроизвольно содрогнуться. Раздались трескающиеся звуки и тело Цинвинтиана увеличилось в размере. Он стоял там как настоящий монарх, древнее божество, которое смотрит свысока на этот мир. Он приобрел неистащимую силу. Его захват был стальным. Он держал алибарду и указывал ей на Секон Минга. Ужасающий лимит крови. Все его тело претерпело изменения. Наверняка это высокая степень лимита крови. Сильные воины в толпе дрожали от того, что они видели. Хоть лимиты крови были очень редки, они знали, что это такое и на какие уровни они делятся. Лимит крови Цинвинтиана не только увеличивал его силу. Он еще и производил ауру подчинения. Только высшие лимиты крови умели так делать. Ваше преимущество лишь в том, что ваш уровень культивации выше. Не понимаю, почему вы так высокомерны. Словно в этом мире кроме вас двоих никого нет. Цинвинтиан продолжал. Иногда, высокий уровень культивации ни о чем не говорит. Я всего на седьмом уровне, но одержу победу над вами обоими. Хочу посмотреть, какими уродливыми вы станете после поражения. Он сделал шаг вперед, словно истинный правитель мира. Завыл ужасающий ветер. Все смотрели на Цинвинтиана. Всеобщее внимание было приковано к юноше. Как я могу разочаровать стольких зрителей? Он глубоко вдохнул. Стремление убивать Винтина достигло своего предела. Однажды он был никем. Он вступил в королевскую столицу несмотря на риск и опасность. Тогда если бы клан и отнесся к нему с большей предосторожностью, он бы давно бы умер. Но даже так он чуть не погиб от рук Арчона и Ижана. В то время он был один, без друзей и без внимания. Но сейчас, несмотря на множество врагов, нашлись те, кто любил его и хотел для него лучшего. Это были клан Мо, Павильон Божественного Орудия, Звездная Академия, Мокинчин, Муроу, Толстяк Фанли. На его плечах лежало так много надежд, как он может их подвести. Он хотел стать первым с тех самых пор, как вступил на сцену Пиро Юн Линь. Теперь он намного больше уверен в своих силах. Чемпионство точно достанется ему. В его теле кипела кровь в перемешку с Божественной энергией. Она протекала через его меридианы и выплескивалась через ладони. Его аура поднималась и не собиралась останавливаться. Секон Минг наконец-то шевельнулся. Он хотел посмотреть, насколько силен Цин Винь Тян, раз он посмел бросить ему вызов. Однако сейчас его уверенность в себе поуменьшилась. Аура Цин Винь Тян взмыла в небеса, но он тут же подавил ее. Иначе он мог бы поранить самого себя, а не своего противника. Бум. Цин Винь Тян тоже бросился вперед, превратившись в поток света. Он кинулся на противника с дробителем горы. Алибарда неслась вперед, желая разрушить все на своем пути. Убить. В гневе завыл Секон Минг. Огромный меч из убийственных отпечатков обрушлился прямо на древнюю Алибарду. Это породило мощную взрывную волну, и Секон Минг был вынужден на шаг отступить. Но даже один шаг для него был унижением. Бум. Еще один удар Алибарды. Цин Винь Тян был похож на безупречного боевого бога. Его сила упиралась в небеса. Секон Минг изменился в лице. В его винах потекла астральная энергия. Он поднял ладони и стал бросать бесчисленные отпечатки слова, которые собрались вместе и сформировали в небе символ, который полетел навстречу Алибарде. Раздался мощный раскат грома. Алибарда врезалась в символ в небесах. Секон Минг отступил еще на три шага, меняясь в лице. Он гневно зарычал. Несмотря на отступление, его аура не ослабела. Он желал смерти юноше еще сильнее. Он стал выбрасывать бесконечные отпечатки, каждый из которых содержал убийственную цемича. Умри. Он выбросил вперед ладони. Отпечатки превратились в цвет крови, который направился на Винь Тян с невероятной силой. Однако, Цин Винь Тян тут же атаковал еще раз. На этот раз он задействовал состояние падающей звезды. Публике казалось, что они видят, как бесчисленные созвездия превращаются в спирали, а затем рушатся на землю. Раздался ужасающий звук, который потряс всю платформу, которая легко просела под таким давлением. Спирали полетели на Секон Минга, который в спешке выставил защиту. Но отдача заставила его сплюнуть кровь и быстро отступить. Снова раздался взрыв и Секон Минг отступил к самому краю платформы. Вокруг него было много крови. В воздухе звенела тишина. Как атаки Цин Винь Тян могли быть такими мощными? Все сами видели ярость и тиранею атак Секон Минга. Но какими же сильными должны быть атаки Винь Тян, чтобы так серьезно ранить Секон Минга и отразить атаку его отпечатков? В этом году участники превзошли прошлогодних. Все считали Чучина темной лошадкой, но он сумел попасть в тройку лучших. Однако, Цин Винь Тян заставил его опуститься. К тому же, он победил его не своей полной силой. А сейчас Цин Винь Тян хотел подмять под себя и Секон Минга. Теперь тебе стало стыдно за свои слова ранее? Ты на девятом уровне артериальной циркуляции. Есть ли у тебя право на высокомерие? Спокойно проговорил Цин Винь Тян. Его голос был словно пощечина в лицо Секон Минга. Раз ты так хочешь умереть, я покажу всем, какое ты ничтожество. И правда, безумцы бесстрашны. Пустое место. И что с того? Раз ты хочешь смерти, то я помогу тебе. Не так давно Секон Минг сам сказал все это. И чем это обернулось? Цин Винь Тян держал в руки древнюю алебарду и двигался на противника. Секон Минг изменился в лице. Цин Винь Тян не атаковал, а медленно шел. Шаг за шагом. Он хотел заставить противника признать поражение перед всей толпой. Расстояние между ними уменьшалось. Цин Винь Тян желал смерти Секон Минга все больше. Без сомнений, он хотел убить его. До этого он убил второго меча и третью ночь. Он чувствовал давление Цин Винь Тян и почти в агонии простонал. Я сдаюсь. Простые слова, но сколько силы понадобилось Секон Мингу, чтобы сказать их? Эти три слова значили, что он, Секон Минг, был не соперником Цин Винь Тян. Цин Винь Тян остановился, а Секон Минг опустил голову от стыда. Он повернулся и спрыгнул с платформы. Он проиграл Цин Винь Тян. Теперь второе место было украдено Цин Винь Тяном. Очешуительно. Фанли выдохнул. Он представлял, как будет купаться в деньгах. Этот юноша стал вторым на перу Юн Линь. Он был очарователен, толстяк его обожал. Толпа не могла оправиться от шока. Правда ли Цин Винь Тян украл второе место прямо из-под носа Секон Минга? И планировал ли юноша останавливаться? Судя по тому, как он посмотрел на первую платформу, нет. Он направил Алибарду на Луакиянки. Однажды Луакиянки был так высок и смотрел на него с презрением. Он хотел, чтобы юноша отдал ему плоды горячей крови или умер. Однажды Луакиянки преследовал его в темном лесу и чуть не убил. Однажды во время снежной бури Луакиянки хотел атаковать его трижды. Не так давно Луакиянки был так высокомерен, словно уже стал победителем на перу Юн Линь. Он никогда не удостоивал Цин Винтина своим вниманием. А теперь он наконец стоял перед Луакиянки на равных. Он хотел показать Луакиянке, какое право у него было вести себя так высокомерно. Твоя очередь, без громких слов, сказал Цин Винтиан. Сегодня на перу Юн Линьон, Цин Винтиан, хотел сразиться за первое место. Глава 142. Хочу, чтобы ты проиграл. Его волосы были черны как ночь, а Алибарду окрасила в красный кровь его противников. Цин Винтиан стоял там словно древний бог войны. Прежний юноша уже перестал существовать после такой трансформации. Теперь он невероятно хотел убивать. Публика чувствовала, что Луакиянки уже не был так уверен в себе. После того, как он лично увидел, как Винтиан разобрался с Секон Мингом, он понимал, что у юношей правда хватит мочи победить Луакиянки и стать первым на этом перу Юн Линь. Они уже забыли о своих ставках. Сейчас самым важным был этот поднявшийся гений, который вот-вот повернет свою судьбу в нужное русло. Если у него получится, то он станет легендой, которая тысячелетиями будет передаваться из уст в уста. Сможет ли Цин Винтиан и правда победить Луакиянки? Луакиянки сделал шаг вперед навстречу древней алебарде Цин Винтина. Он тоже немыслимо хотел убивать. Перерыв 4 часа. Вдруг раздался голос старика, в тот момент, когда их ауры чуть было не столкнулись. Какого черта? Все были ошеломлены, злые расстроены. Раз оба противника были готовы к битве, зачем нужен этот перерыв? Какого черта там творилось? Однако, несмотря на расстройство публики решать было лишь одному старику. Всем придется ждать целых 4 часа. Цин Винтиан нахмурился и посмотрел на старика. Почему? Вы оба должны отдохнуть, а потом сразиться, что есть мочи. Наконец продолжил он. Луакиянки и Цин Винтиан кивнули. Выбора у них не было. Думаю, публика тоже устала. Почему бы нам сейчас не отдохнуть, а потом не насладиться шоу? Засмеялся Чутин Ха. Хоть всем не хотелось отдыхать, они вынужденно улыбнулись и продолжили разговоры. Луакиянки покинул платформу. Цин Винтиан, не хочешь поговорить? Раздался чей-то голос. Винтиан увидел человека стоящего рядом с Чутин Ха. Это был немногословный мужчина средних лет. Все удивленно обернулись на него. Он хотел поговорить с Цин Винтианом наедине. Все сильные воины в толпе знали этого мужчину. Он пригласил Цин Винтиана поговорить из сердца всех, а особенно членов кланов Иау. Бешено забились в панике. Талант Винтиана и правда заметен на Перу Юнь Линь. В конце концов, именно он победил Секон Минга. Даже враги юноши признавали его способности. Если бы они были членами таинственного дворца Девяти, то тоже бы захотели пригласить юношу к себе. Винтиан спокойно держал в руки алебарду, с которой стекала кровь. Сейчас он успокоился и мог контролировать свой лимит крови. Он перепрыгнул через платформу и предстал перед мужчиной. Все юноши рядом смотрели на него острым взглядом. Они пришли оттуда же, откуда и луакиянки. Они без сомнения были очень сильны. Давай выпьем. Предложил мужчина и повел Винтиана к столикам за креслом Чу Тинха. Они сели и официант налил им два бокала вина. Мужчина поднял свой и улыбнулся. Потрясающий талант. Вы не хотели бы присоединиться к таинственному дворцу Девяти? Цин Винтиан замер. Этот мужчина пришел из самого дворца. Таинственный дворец Девяти управлял страной Чу, поэтому обижать его было нельзя. Его он присоединится к этой организации, значит, в будущем ему ничего не помешает культверовать. Однако, его предыдущий разговор с Мустангом заставил его остановиться. Таинственный дворец Девяти имел интерес в павильоне Небесной Звезды, принадлежащем Звездной Академии. Если он согласится вступить во дворец, то будет вынужден выступить против Звездной Академии. Этого Цин Винтиан делать не хотел. «Сеньор, а как же соревнования в этом году?» Спросил Винтиан. Он хотел убедиться, что Луакиянке получил задание подняться на седьмой уровень павильона Небесной Звезды от Таинственного Дворца Девяти. «Я хочу, чтобы ты проиграл», — засмеялся мужчина, поднимая бокал. Его голос был так спокоен, словно он говорил об обыденных вещах. Цин Винтиан сдвинул брови. Он смотрел на улыбающегося мужчину и чувствовал зарождающийся в его сердце гнев. «Хочу, чтобы ты проиграл». Четыре простых слова, их значение ясно. Цин Винтиан уже был готов дать ответ. Несмотря на признание его таланта, дворец хотел, чтобы юноша проиграл. Не переживай, если ты хочешь вступить в Таинственный Дворец Девяти, то получишь намного больше, чем победа на пиру юмлин. Ты же знаешь, чем владеет дворец. К тому же, я и правда восхищен твоим талантом. Мужчина продолжал улыбаться. Однако, по причине влияния некоторых факторов ты должен проиграть следующую битву. Луакиянке должен стать первым. А позже я улажу все недопонимания между Луакиянке и тобой. Цин Винтиан замолчал под его давлением. Он не хотел сдаваться. В тот момент, когда он вступил на сцену пира юмлин, то сказал себе, что обязательно займет первое место. Пусть будет трудно, но он это сделает. Подумать только, теперь Таинственный Дворец хочет, чтобы он проиграл. Он не хотел проигрывать, да еще и специально. Но давление от Дворца было словно несокрушимая гора. Есть время, подумай. Мы дадим тебе то, что не смогла дать Звездная Академия. Ты так талантлив, поэтому Дворец для тебя то, что нужно. Мужчина договорил и ушел, оставив Цин Винтина сидеть там одного. Хоть его улыбка была непоколебима, Цин Винтиан понимал, что за ней прячутся злые мысли. Винтиан допил вино и тоже ушел. Ты подумал? Мужчина снова улыбнулся, когда юноша прошел мимо. Еще нет. Винтиан не отвергал предложение. Он вернулся на платформу. Толпа молча ждала. О чем говорил с ним представитель Дворца? Они наверняка хотели, чтобы Винтиан присоединился к ним? Раз так, согласился ли юноша? Цин Винтиан игнорировал взгляды толпы. Он достал два метеора Юань, чтобы восстановить свое здоровье и вскоре вошел в состояние Анатты. Никто не знал, о чем он думает. Никто не знал, что произошло. Время шло и Толпа теряла терпение. Теперь пьяное чудо выдвинуло новые ставки. Шансы Луакиянки и Цин Винтина были равны. Один-два. Теперь многие стали ставить на Цин Винтина. Они понимали, что у этого Цин Винтина есть все шансы стать чемпионом. Теперь они верили в него больше, чем когда-то в Луакиянке. Луакиянки родился с золотой ложечкой во рту. С самого начала он уже был самым сильным. А Цин Винтиан был темной лошадкой. С культивацией всего на седьмом уровне он пробрался так далеко. Все восхищались им. Они хотели быть как Цин Винтиан и убивать всех на своем пути к титулу первого воина. Теперь на Винтина ставили не просто из-за жажды наживы, а из-за эмоций и веры в его победу. Они надеялись увидеть нечто новое. Они надеялись, что на их глазах сотворится история. Если имя Цин Винтина потрясет тысячелетия, то эта битва станет настоящей легендой. Четыре часа пролетели быстро, но для публики они стали вечностью. Словно они ждали объявления следующей битвы несколько лет. Все замерли и замолчали, глядя лишь на двоих воинов друг напротив друга. Последняя битва Пира Юм Линь. Луакиянки против Цин Винтина. Эта битва попадет в историю страны Чу. Тело Луакиянки было охвачено молниями. Он был похож на бога молний, хоть и стоял там без движений. В руках у Цин Винтина была его древняя алебарда, а кровь юноши снова начала закипать. У него еще было достаточно сил для последней битвы. Астральная энергия начала подниматься, и в этот момент Цин Винтиан изменился в лице. Подходи, зарычал Луакиянки. Он бросился на Винтина со своими ладонями молниями. Винтиан отбил его атаку древней алебардой. Сила ее была намного выше, чем тогда, когда он дрался с Секон Мингом. С громогласным звуком тело Цин Винтина было отброшено прочь, а он сам рухнул на землю и сплюнул кровь. Эта толпа была ошарашена. Цин Винтиан проиграл в первой же схватке. Разница между их силой была слишком велика. Многие разочарованно смотрели на юношу. Неужели они в нем ошиблись? Как? Глаза Винтина были красными от гнева. Он смотрел прямо на мужчину за креслом Чу Тинхаа. Он выпил лишь один бокал вина за эти четыре часа. Но сейчас его астральная энергия была опустошена. Хочу, чтобы ты проиграл. Когда Винтиан вспомнил его решительный голос, он почувствовал прилив гнева и ненависти. Таинственный дворец девяти хотел, чтобы он проиграл. Глава 143 А я не желаю. Цин Винтиан посмотрел на мужчину, который стоял со спокойным лицом. Словно его это не касалось. Луакиянки должен был стать чемпионом Пира Юнь Линь несмотря ни на что. Он не мог позволить себе проиграть. Все были ошеломлены. Как Цин Винтиан мог упасть так легко? Может, ему было суждено занять место после Луакиянки? В тот момент, когда Цин Винтиан победил своих предыдущих противников, он стал источать такую ауру, что все тут же поспешили поставить на него. И если сейчас он проиграет, то винить им будет некого кроме самих себя. Но они не думали, что этим все закончатся. Неужели Цин Винтиан не смог выстоять ни одного удара Луакиянки? Никто не хотел смириться с этим. Все члены Звездной Академии, Павильона Божественного Орудия и Клана Мо тоже были очень удивлены. Они не верили своим глазам. Рен Ки Янсен вздохнул. Он понял, что Таинственный Дворец Девяти предложил Цин Винтиану и какой ценой? Они не дадут Луакиянке проиграть. Раз так, то они соблазнили Винтина, предложив ему проиграть битву. Судя по его предыдущим ударам Элибарды сейчас он нарочно сливал битву. Рен Ки Янсен ужаснулся. Давно отец Луакиянки был его учеником. Он очень любил его, однако тот оказался тираном, волком в овечьей шкуре. Цин Винтиан был вторым важным для него воином. Если он выберет такой же путь, как и отец Луакиянки, то сердце бедного Рен Ки Янсена разобьется на миллион мелких кусочков. Это все что ты можешь? Луакиянки подошел к Цин Винтиану, извергая молнии. Сейчас ему в мире не было равных. Цин Винтиан вынудил себя встать и посмотрел на противника. Его каналы энергии были заблокированы, и астральная энергия не могла циркулировать. Он не мог использовать свою силу в таком состоянии. Но больше всего его злило то, что несмотря на поступок Таинственного Дворца он не мог ничего с ними сделать. Если он расскажет об этом всем, то это породит слишком большую сумятицу и беспорядок. Ведь Таинственный Дворец 9 контролировал страну Чу. И теперь, если бы он выступил против Дворца, это приравнялось бы к самоубийству. Никто сейчас не понимал чувства Цин Винтиана. Горечь, боль, мучение, отчаяние. Луакиянки бросился вперед, атакуя. Его ладони молнии и грома били так, словно он хотел зарыть Винтиана в землю заживо. Винтиан собрал всю свою оставшуюся астральную энергию, чтобы защититься, но после громкого раската грома его тело отлетело прочь и рухнул на землю. Он онемел и сплюнул кровь. Он был очень бледен. Че ты что случилось? Фан Ли озабоченно смотрел на сцену. Ну и что, что он выиграл множество метеоров Юань. Его совсем не радовало видеть своего друга в таком состоянии. Он не боялся поражения Цин Винтиана, лишь не хотел, чтобы его брат проходил через такое унижение. Луа Хуан, Муроу, Мокинчин и Мустант были удивлены. Они не понимали и не принимали происходящее. Как я ожидал, ты бесполезен. Голос Циумо пронзил уши многим в толпе. Старик Гу холодно посмотрел на него и Циумо тут же замолчал. Он был недоволен тем, что Винтиану придавали больше значения, чем ему, хотя он уже был воином уровня Юань Фу. К тому же, он был четвертым из десятки лучших воинов. Цин Винтиан, да юнаши донесся чей-то голос. Лишь он мог слышать его. Сдавайся, и я не позволю Луакиянке ничего с тобой сделать. Сдайся, и он отпустит тебя, а я компенсирую тебе поражение. Мужчина за креслом Чу Тинхаа по-прежнему спокойно стоял. «Специально хотите, чтоб я сдался? А если нет, то Луакиянке убьет меня на месте». В гневе подумал Сэн. Он знал, что если юноша убьет его, то никто не заставит Луакиянке заплатить за содеянное. Поддержка таинственного дворца 9 гарантировала ему полную безнаказанность. Кто посмеет тронуть Луакиянке? Цин Винтиан посмотрел на толпу. Он видел боли и сожаления на лицах Мустанга и Ренки Янсена. Мокин Чин чувствовала сострадание, Луаху Ан была озабочена. За юношу переживали Цинья и Фанли. Вся толпа озабоченно смотрела на сцену. Впервые в жизни за Цин Винтиана переживало так много людей. Там были старики, знакомые, друзья и даже незнакомцы, которые поддерживали его. Год назад он пришел совсем один из города Гармония Неба. Но сегодня многие заботились о юноше, и он чувствовал их тепло. Ему было радостно, он был счастлив. Поэтому-то он и не хотел так проигрывать. Он не хотел подвести всех этих людей. Он не хотел видеть их расстроенные лица. Не хотел быть куклой в руках таинственного дворца девяти. Не хотел плясать под их дудку. Если бы они и правда ценили его талант, то могли бы нормально с ним договориться. Но такой поступок показывал не уважение, а лишь унижение. Он не хотел так проигрывать. Самая темная ночь перед рассветом. Цин Винтиан вспомнил слова, которые однажды ему сказал черный дядя. Он вспомнил морщинистое лицо дяди, и его душа заплакала. Луакиянки снова предстал перед Цин Винтианом. Его окружала мощная аура. Чудес больше не будет. Хочу, чтобы ты сдох. Голос Луакиянки прозвучал очень решительно. Он хотел смерти Цин Винтина. Сейчас он больше не даст юноше шанса выжить. В его ладони собралась ужасающая энергия ветра и грома. Его взгляд был прикован к Винтину, который опустил голову, словно жертва перед охотником. С этого момента Цин Винтиан из страны Чу перестанет существовать. Спокойно сказал Луакиянки. Я не могу здесь проиграть. Цин Винтиан запрокинул голову, выпуская наружу свою астральную душу великой мечты. Его глаза источали ужасающие волны мечты, и Луакиянки замер на месте. Цин Винтиан и сам замер. Их тела были словно статуи. Лишь ветер развивал их волосы. Все завороженно смотрели на великолепие астральной души великой мечты. Она могла загипнотизировать людей спать. Они не двигаются. Они что, во сне? Публика была ошеломлена. Битва за первое место снова изменилась. Луакиянки и правда попал в пространство мечты Цин Винтина. Они оба стояли поверх огромной пустыни. В этот момент из тела Цин Винтина вырвалась опасная аура. Там он был богом. Его аура выросла до невероятной степени. Иллюзия. Луакиянки нахмурился и закрыл глаза. Его сила воли вырвалась наружу. Он хотел выйти. Это было пространство мечты Цин Винтина, а не реальность. Неважно, насколько юноша силен в этом пространстве, ведь оно нереально. Ну так что? Сказал Винтиан, идя вперед. Его аура вырвалась и он ударил противника древней алебардой. Ци земли и небо тут же собралась в спирали, которая превратилась в столб света. Хоть Луакиянки понимал, что это всего лишь иллюзия, она была очень похожа на реальность. Он лишь защищался, когда его руки вдруг пронзил свет, проливая первую кровь. Он тут же изменился в лице и отступил. Негодяй, ты можешь победить меня только в своей мечте. Усмехнулся Энн. Негодяй? До битвы таинственный дворец 9 отравил меня, заблокировав каналы моей энергии. Я не могу драться, поэтому ты серьезно прижал меня к стенке. Или ты решил, что так силен? Смешно. Винтян издевался. И разве создание пространства мечты это не часть моей силы? Ну да, с вами из дворца 9 не сравнить. Вы ни перед чем не остановитесь. Запачкаете руки ради своей цели. Ты лжешь. Луакиянки нахмурился. Цин Винтян усмехнулся. Его аура снова вырвалась вперед. Это все было в его мечте и не важно как сильна была воля Луакиянки, вырваться он не мог. Его тело было все покрыто кровь. Цин Винтян медленно подходил к нему, глядя свысока. Люди в толпе лишь видели, как оба воина стоят без движения. Точнее, Луакиянки кажется шаг за шагом отступал, но никто не понимал, почему. Кажется, они внутри пространства мечты. Глаза Рен Киянсина блеснули. Цин Винтян не сдался и не собирался проиграть специально. Он, Рен Киянсин, не ошибся в нем. Раз так, то может быть, таинственный дворец 9 сделал с ним что-то? Он остро посмотрел в ту сторону и лишь увидел паникующее лицо мужчины. Нет. Этот рев потряс землю и небо из тела Луакиянки вырвалась мощная аура. Неважно, как ты силен внутри своей мечты, твоя жизнь закончится здесь же. Молнии превратились в драконов и змей, танцующих в воздухе. Луакиянки отчаянно жаждал его смерти. Слишком поздно. Кровь Цин Винтина тоже затекла по венам. Его темные волосы стали еще темнее, а тело его было похоже на тело монарха, правителя всех земель под небесами. Внутри тела Цин Винтина бушевал океан. Его кровь была в гневе, протекая по каналам вместе с астральной энергией. Сломайся, зарычал Цин Винтиан. Он крикнул это так громко, что его слова услышала публика. Однако, для них это был лишь звук обрушившегося цунами. Цин Винтиан проходил через трансформацию. Сейчас его семь каналов энергии перестраивались, формируя восьмой звездный меридиан. Его прорыв развеял все остатки, блокирующие его каналы. Сейчас его астральная энергия могла спокойно циркулировать без ограничений. Его аура стала намного сильнее. Это была аура воина восьмого уровня артериальной циркуляции. Цин Винтиан, он не желал, чтобы кто-то другой контролировал его судьбу. Такие планы не смогли расстроить его планы и веру в себя. Он не дрогнул сердцем. Он был также решителен, как и раньше. Сегодня первое место будет принадлежать ему. Глава 144. Первый среди всех. Цин Винтиан стоял на платформе словно безупречное существо. Его черные волосы и одежда развивались на ветру. Его аура была эпицентром урагана, потрясающего всю платформу. В этот момент юноша был очень демоничен и невероятно красив. Он стоял там так, словно был единственным существом в этом мире. Он выглядел так, словно весь мир лежит у его ног. Яркость света Луакиянки была очень сильной, но теперь она потускнела. Он прорвался. Публике казалось, что это все сон. Цин Винтиан сумел вступить на восьмой уровень в самый ключевой момент битвы. Но как давно он уже был на седьмом уровне? Культиваторы должны были проделать усердную работу. Такой прорыв это результат не одного дня усердных тренировок. Однако, до рассвета Винтиан насильно пробудил свой лимит крови. Эта ужасающая сила поглотила его целиком. Несмотря на его волю он потратил много времени перед своим триумфом. Поэтому он чуть было не пропустил третий раунд пира Юн Линь. Как только он пробудил силу лимита крови, все его важные точки расширились для каналов энергии. Это, а также и другие факторы помогли ему подняться на восьмой уровень. Волнение испарилось лиц членов Звездной Академии. Ренки Янкин смотрел на силуэт на сцене с улыбкой. Он был счастлив, очень счастлив, что не ошибся в нем. Слабость Цин Винтина была вызвана таинственным дворцом девяти. Ему было стыдно за свои сомнения в юноше. Не стоило сомневаться. Звездная Академия тщательно проанализировала его прошлое и личность. Ему было не так-то просто навязать свою волю. Ты остался верен Академии и мы точно сделаем все возможное, чтобы подарить тебе кусочек неба, где ты смог бы расправить свои крылья и воспарить. Подумал Ренки Янсин. Наконец лед на его сердце дал трещину. Внутрь просочилась теплота. Мокин Чин широко улыбалась. Даже Цин Я, Луахуан, Муруу, Фанли бессмертный винник не смогли сдержать улыбку. Раз Цин Винтиан прорвался на следующий уровень, исход битвы был предрешен. Луа Киянки никогда не сможет встать у него на пути. Цин Винтиан был очень силен даже на седьмом уровне. Он легко сокрушился Кон Минга. Хоть никто не понимал, почему он был так слаб в начале битвы с Луа Киянки, всем очень хотелось это выяснить. Однако это было уже не важно. Все молча смотрели. С тех пор как Цин Винтиан перешел на следующий уровень Луа Киянки, ему больше не угроза. Луа Киянки тоже смотрел на юношу. Он чувствовал перемену в его ауре. Впервые в жизни он понял, что перед ним стоит человек, способный победить его. Цин Винтиан тоже смотрел на Киянки. Он сделал шаг вперед и вперед же бросилось его давление. Алибарда в его руках засияла, когда он встретился взглядом с противником. Сегодня он хотел стать первым среди всех. Нет. Сегодня он будет первым среди всех. В душе ты и сам знаешь, что я говорю правду. Спокойно сказал Винтиан. Он не объявил во всеуслышание, что дворец девяти хотел отравить его. Для него в этом преимущества не было. Что будет, если все узнают? Ему не выстоять против силы дворца в одиночку. Что будет, если все узнают? В этом мире сила все равно решает все. Цин Винтиан ударил своей Алибардой, задействовав прием дробителя горы. Алибарда ударила со скоростью молнии и силой горы. Луа Киянки завыл в бешенстве. Сзади него появилась молния, которая сошлась в схватке с древней Алибардой. Бум! Раздался взрыв и Луа Киянки отскочил. Однако, послышался жалобный стон боли. Публика увидела, что по его груди стекала кровь. Все глубоко вдохнули. Кажется, что статус чемпиона Пира Юн Линь уже принадлежит Цин Винтиану. Они были счастливы присутствовать при таком судьбоносном событии. Вообще-то, Луа Киянки, это ты бесполезен. Луа Киянки посерел от таких слов. Цин Винтиан не имел права так говорить. Прошел год и теперь Луа Киянки, которому не было равных, уже прижимал к стене какой-то там Цин Винтиан. Однако, без сомнений Цин Винтиан был достаточно силен, чтобы такое говорить. Толпа это понимала. Не то чтобы Луа Киянки был слаб, но Цин Винтиан был настоящим демоном из Звездной Академии. Гении, кто они такие? Многие называли себя гениями, но вместе вроде Таинственного Дворца Девяти остались бы они такими же уникальными. Луа Киянки весь ярко светился в самом начале. Но теперь, перед Цин Винтианом, он был просто помехой на пути. Бум! Цин Винтиан сделал еще один шаг и задействовал технику Горуды, появляясь прямо перед Луа Киянки. Второе состояние искусства мечты древней Алибарды – падающая звезда. Этот удар заставил Луа Киянки отступить под ужасающим, всесокрушающим давлением. Он не был уверен, сможет ли выдержать такую атаку. Спирали блестящих созвездий обрушились на Луа Киянки, который дико завыл. Он выставил вперед обе ладони, задействовав свою максимальную силу. Бум! Ужасающий шторм разразился на платформе. Когда туман рассеялся, публика увидела бледного Луа Киянки, сплевывающего кровь. Он не собирается сдаваться. Луа Киянки был слишком горд. Он никогда не сможет выдавить из себя эти слова. На то он и Луа Киянки. «Умри!» – закричал Цин Винтиан. Божественная энергия типа горы подняла его алибарду. Луа Киянки отступал. Из его рта текла кровь. Чу Тин Ха оказался безразличным к происходящему. Он понимал, что ничего не может изменить. Мужчина из Дворца Девяти наконец дал волю эмоциям. Его план провалился. Цин Винтиан переиграл все по-своему. Он отравил его вино. Но кто бы подумал, что он прорвется на следующий уровень в такой неподходящий момент и аннулирует его эффект. Если Луа Киянки займет первую позицию, то он вступит на седьмой уровень павильона Небесной Звезды и поднимется на восьмой. Но даже если Звездная Академия этого не захочет, сделать они ничего не смогут. Однако, если Луа Киянки будет побежден, то Дворец Девяти не получит туда доступ. Мужчина коротко посмотрел на юношей вокруг него. Он ничего не сказал, но его взгляд передал все его мысли. «Стойте!» — крикнул один, направляясь к платформе. «Битву надо завершить!» — мрачно сказал Цин Винтиан. Луа Киянки был еще не побежден, а битва не окончена. Я сказал стоять. На сцене появился юноша около 20 лет в голубой робе. Он был воином Юаньфу. Он сделал шаг вперед и на плечи Цин Винтиана обрушилось давление целой горы. Цин Винтиан проигнорировал это и обратился к Луа Киянке. «Я отплачу тебе сегодня тем же унижением, что ты доставил мне». Астральная энергия в его венах забурлила. Она собралась в его алебарде и он решительно атаковал ею. Луа Киянки собрал все свои силы для защиты, но она тут же треснула, а его тело отлетело в воздухе. Кровь хлынула фонтаном, а он тяжело ударился о землю. Первый раз Луа Киянки и Цин Винтиан повстречались, когда Луа Киянки высокомерно принуждал юношу отдать ему плоды горячей крови. Сегодня они поменялись местами. Сейчас Винтиан смотрел на Киянки свысока. Он победил. Сердца многих дрожали, когда они смотрели на эту сцену. Цин Винтиан победил Луа Киянки и заслужил свое первое место на пиру Юнь Линь. Блестящий силуэт на сцене. Чемпион пира Юнь Линь. Мустанд глубоко вдохнул. Он думал, что юноша засияет лишь через год. Но кто бы подумал, что он сумел победить Луа Киянки сейчас и стать первым среди всех. Он еще никогда никем так не гордился. Он стоял на сцене и всего этого он добился сам. Он первый. Закричала Мокин Чин. Он подняла руки, поддерживая Цин Винтина. Я всегда знала, что ты сможешь. Нежно улыбалась Муроу. Цин Я была тронута до слез. Год назад он был мусором, не способным культивировать, а теперь он стал первым на пиру Юнь Линь. Молодчина. Луа Хуан и Гара улыбались. Фан Ли смеялся до слез. Он был невероятно горд. Словно это он стоял там на сцене. Ты только что стал миллионером. Засмеялся Винник, обращаясь к юноше рядом. Юноша тоже был удивлен. Он не думал, что Винтиан станет первым. Однако, многие были несчастливы видеть это. Яну с Эциумом мрачно смотрели на сцену. Члены кланов Лиау тоже изменились в лице. Мурин и Гречен замерли, словно не веря в произошедшее. Лиу Ян испытывала неописуемые эмоции. Байкинсон выглядел удрученным. В его голове промелькнули тысячи если. А осенний снег теперь поняла, что она и правда из разных миров с тем юношей со сцены. Было неизвестно, что думали Секон Минг, Арчон и остальные. Пир Юнь Линь завершился через три дня. А кто вторым? Кто третьим? Это было уже не важно. Победитель получает все. Пир Юнь Линь закончился. Но так ли это было? В конце концов, остались те, кто не смирился с победой Цинвентина. Они были полны зависти и гнева. Цинвентиан посмел ослушаться их указаний. Глава 145. Доминирование. Луа Юнхай был шокирован тем, что получилось. Хоть Цинвентиан и продемонстрировал выдающийся уровень силы, он никогда бы не подумал, что тот сумеет победить его племянника, Луакиянки. В прошлом, как был талантлив его старший брат Луатианья, Таинственный Дворец 9 тут же позвал его к себе. По приказу Луатианья и Таинственного Дворца 9 он пришел на Пир Юнь Линь в стране Чу. Его заданием было убедиться, что Луакиянки станет первым на этом сражении. Осечки быть не могло. Все остальные отходили на задний план по сравнению с миссией Луакиянки. Если бы он правильно оценил уровень силы Цинвентина, то дисквалифицировал его еще тогда, когда юноша опоздал. Но он поверил ему, а затем Цинвентиан победил Секон Минга и стало поздно. Кто бы подумал, что Вентиан так легко поднимется наверх, вырвав первое место из рук Луакиянки. В действительности же он признавал талант юноша и хотел принять его в Таинственный Дворец 9. Какая жалость, что Цинвентиан не хотел. Он сделал так ради славы? Луа Юнхай смотрел на юношу на платформе и думал, ну и дурак. Цинвентиан из-за жажды славы победил лучшего воина Таинственного Дворца и отказался от их предложений. Какое глупое поведение. Большинство публики не знало, чем думает Луа Юнхай. Лишь самые сильные и авторитетные понимали, почему и зачем Луа Юнхай и группа людей из Таинственного Дворца 9 пришла сюда сегодня. Все остальные об этом не знали, поэтому их взгляды были прикованы к силуэту на сцене. Они поздравляли его. Цинвентиан из города Гармония Неба прошел до конца, получил звание чемпиона всего в 17 лет. Это был первый случай в истории Пира Юн Линь. Этого юношу звали Цинвентиан. Цинвентиан из клана Цин. Его улыбка была такой же яркой, как и солнце. Он смотрел на улыбающихся старейшин Звездной Академии, победный кулак Мокин Чин в воздухе, поздравления в глазах Муру. Восторженные крики Фан Ли был счастлив. Ему не нужна была просто слава. Он сделал это лишь ради того, чтобы не разочаровать тех, кто ему дорог. Поэтому он был счастлив. А раз он был счастлив, значит, были и те, кто был зол. Ужасающая энергия смерти донеслась до него, когда юноша уровня Юань Фу на сцене сделал еще шаг вперед. Раздался раскат грома, и сцена задрожала. В волнах шока, поздравления и удивления после победы Цинвентина все совсем позабыли о том ученике, что поднялся на сцену ранее. Пир Юн Линь уже завершен и пора объявлять результаты. Что значит твое вышожгивание по сцене? Специально насмехаешься над королевским кланом? Это встал старик Гу из Звездной Академии. Взгляды публики обратились к Чу Тин Ха, сидящему на кресле лазурного дракона, однако он просто улыбался, словно его это не касалось. Он, Чу Тин Ха, не хотел пачкать в этом руки. Это было дело таинственного дворца девятили Звездной Академии. Он тут был ни при чем. Сейчас он думал о том, что раз Цинвентян отказался от приказов дворца и занял первое место, не захочет ли дворец отомстить ему. Никто не встал перед Юношей уровня Юаньфу на платформе. Голос императора Звездной Академии был проигнорирован королевским кланом. В битвах внутри секты ваши методы очень жестоки. Юноша смотрел на Цинвентина и сделал еще один шаг вперед. Он сжал кулак и ударил им Цинвентина, выпустив ужасающую энергию. Цинвентян поднял свою древнюю алебарду, чтобы защититься, но от мощного удара алебарда чуть ли не выпало у него из рук. Он и сам задрожал и стал отступать. Луакиянки и Цинвентян были из одной академии и считались членами одной секты. Однако, его причина нападать была лепепой. Пусть они и были из одной секты, но как Луакиянки сам обращался с Вентином в прошлом. А теперь, когда он был побежден, они все еще говорили об этом. Разве это не было пустой отговоркой? Как грубо. Что за нелепость? Многие стали недовольно выкрикивать. Старик Гу, Мустанг и еще несколько воинов Юаньфу в один миг прилетели на сцену. Однако, тут же на сцене появился и еще один силуэт. Это был Луа Юн Хай. От него исходило ужасающее давление, которое поднималось в небеса. Старик Гу и остальные замерли в воздухе. Вы все, что вы себе позволяете делать на сцене Пиро Юн Линь? Спокойно спросил Луа Юн Хай. Все замерли и замолчали. Его давления было достаточно, чтобы раздавить их всех. Луа Юн Хай. Холодно ответил Старик Гу. Раз Луа Киянки проиграл, то все. Как Дворец Девяти может позволить себе так вести себя. Луа Юн Хай и его фамилия тоже Лу. Может быть, они родственники? Думала толпа. Не переживайте, мы просто помогаем Звездной Академии приструнить их ученика. Ничего серьезного. Спокойно ответил Луа Юн Хай. Все бешено уставились на сцену. Пир Юн Линь столько лет уже проходил в стране Чу и с самого начала никто не смел на нем такого устраивать. Но сегодня это произошло. К тому же, королевский клан не обращал на это внимания и бездействовал. Чу Тин Ха спокойно сидел на своем кресле, словно он был вообще не с ними. Таинственный Дворец Девяти. Многие в толпе уже слышали о нем. Когда они поняли, что произошло, то содрогнулись. Оказалось, что Луа Киянки пришел оттуда. В таком случае, может быть, весь пир был лишь фарсом с самого начала? Раньше проблем не было, потому что не было Луа Киянки. Но на этот раз все было по-другому. В этом году Таинственному Дворцу пришлось убедиться, что Луа Киянки станет чемпионом, но их планы разрушил Цин Вин Тян. Лучшие девять воинов Пиру Юн Линь, поднимитесь на сцену. Продолжил Луа Юн Хай. Все тут же подчинились. Там были все, кроме убитого второго меча, Луа Хуан и Гусина. Мы, Таинственный Дворец Девяти, всегда присматривались к лучшим воинам Пира Юн Линь. Те, кто достаточно талантлив, получают от нас приглашение. В этом году все произойдет точно так же. Безразлично говорил Луа Юн Хай. В его голосе слышалось высокомерие. Но Таинственный Дворец Девяти не имел права быть таким высокомерным в стране Чу. В стране Чу они были молчаливым диктатором, стоящим за троном. Сегодня я бы хотел объявить, что Чу Тин Хай и Сиалу уже являются учениками Таинственного Дворца Девяти. Принт страны Чу, Чу Тин Хай и принт страны Снежного Облака, Сиалу, уже были членами Дворца. Они станут императорами и представителями Дворца. Луа Ки Янки тоже наш ученик. А сегодня я хочу пригласить к нам Секон Минга, Чу Чина, Арчона и Хаутай. Хотите присоединиться к Таинственному Дворцу Девяти? Хочу. Поклонился Секон Минг. Хочу. Согласился Чу Чин. Хочу. Ответил Арчон. Хочу. Принял приглашение Хаутай. Даже Чу Тин Ха и Сиалу встали со своих мест и подошли к платформе, чтобы выразить свое почтение Таинственному Дворцу Девяти. Отлично с сегодняшнего дня вы в любое время можете приходить к дворе. Конечно, вы можете еще несколько лет культивировать за его пределами, если хотите. Усмехнулся Луа Юн Ха и продолжил. На этот раз на Пир Юн Лин пришло много сильных воинов. Я очень счастлив. Я хочу, чтобы вы все работали вместе и уважали друг друга. Не будьте таким, как он, жестоким к ученикам своей же секты. Его подтекст был очевиден, и все снова обратили взгляды на Цинвентина. Первый воин, Цинвентян, не получил своего приглашения в Таинственный Дворец Девяти. Он был самым сильным из них, но Дворец словно специально унижал его за то, что он ослушался их воле. Таинственный Дворец Девяти дал ему шанс, но Цинвентян упустил его. Члены Звездной Академии замерли. Они такого не ожидали. Решили своим сиянием затмить Цинвентина, но они и правда были такими выдающимися. Бум! Раздался еще один громкий звук, а юноша уровня Юаньфу сделал еще шаг к Цинвентину. Таинственный Дворец Девяти просто собирался проучить Цинвентина. Но как? Хотели ли они разрушить его культивацию? Как к этому отнесутся воины Звездной Академии? Несмотря на Луа Юнхай, они подлетели к платформе, увидев, как Луа Юнхай взлетает, а его Ц вершины уровня Юаньфу заставляет сердца многих замереть. Если этот воин из клана Мо или Император Звездной Академии не появился, то никто бы не стал противостоять Луа Юнхай. Это сила Таинственного Дворца Девяти, могущая и бессмысленная. Это была настоящая сила в этом мире, не было правых и виноватых, не было логики, была только сила. Кто посмеет вмешиваться в дела моего Таинственного Дворца, закричал Луа Юнхай. Публика посмотрела на Луа Юнхай, затем на Цинвентина. Это все на что способен Таинственный Дворец Девяти, раздался из толпа чей-то голос. Непроизвольно люди расступились. Вперед вышел старый мужчина с седыми волосами. На его лице виднелась нежная улыбка, он посмотрел на одинокий силуэт юноши на сцене. Раз ты стал первым на Перу Юнхай, я проведу тебя дорогой мирового господства. Раздался его призрачный голос, похожий на завывание дикого ветра. Сегодня я проведу тебя дорогой мирового господства. Глава 146. Сила воинов Небесного Ковша. Одетый в обычную робу, с седой копной волос на голове он стоял словно собрался в могилу, но на самом деле он еще хотел покорить весь мир. Старик медленно подошел к платформе, все люди молча смотрели на него. Кто это такой? Гон Янхон. Многие с трепетом узнали его. Это был он. Его черные волосы совсем посидели. Что с ним произошло? Это великий мастер божественных отпечатков. Гон Янхон. Он вступился за Цинвентина. Многие были шокированы этим. Хоть Гон Янхон имел очень высокий уровень в нанесении отпечатков, какой была его сила против этих людей из Таинственного Дворца Девяти. К тому же, казалось, что он специально встал на сторону Цинвентина. Может быть, они давно знакомы еще с того инцидента с картиной? Луа Юнхай посмотрел на Гон Янхона с усмешкой в глазах. В стране Чу нашелся кто-то, кто смог восстать против Таинственного Дворца Девяти. Этот старик хотя бы понимал, как силен Таинственный Дворец Девяти. Юноша уровня Юяньфу поменял направление и сделал шаг в сторону Гон Янхона. Его убийственная энергия вырвалась наружу. Этот старик искал смерти. Какая дерзость. За десятки лет никто не смел так со мной разговаривать, ответил Гон Янхон. Когда юноша уровня Юяньфу подошел к нему, его ладони слегка задрожали, и всю платформу вдруг накрыл взрыв астрального света. Публика увидела гигантскую руку, которая появилась из небес и поглотила свет звезд. Ладонь открылась и вдруг замахнулась на юношу. Она была наделена небесной мощью и защититься от нее было невозможно. Юноша изменился в лице. Он нанес ладони несколько ударов световыми кулаками. Однако небесная рука Гон Янхона была божественным артефактом, которой были не страшны эти слабые атаки от культиватора уровня Юяньфу. В мгновение ока рука обхватила юношу, а затем понеслась ввысь. Перед ее мощью этот воин был ничтожеством. Гон Янхон протянул руки в небо. Рука была словно продолжением самого. Он легко контролировал ее, как и все остальное тело. Разве твои родители не научили тебя вести себя? Спокойно спросил старик. Астральная небесная рука раскрутила и выбросила бедного культиватора Юяньфу прочь. Его тело улетело за горизонт и никто не видел, где оно приземлилось. Гон Янхон словно выбросил мусор. От такой силы все вокруг замерли. Он такой силен. Все дрожали. Откуда у него такая мощь? Луа Юнхай побледнел. Он был на вершине уровня Юяньфу и понял, что произошло. Этот астральный свет принадлежал воину небесного ковша. Много лет назад Гон Янхон стал победителем пира Юнлин. Он вернулся в Чу и исчез, но всегда улучшал свою технику божественных отпечатков. Кто бы подумал, что он достиг уровня небесного ковша? Покатайся по земле для меня, неприязненно произнес Гон Янхон, обращаясь к Луа Юнхай. Его тон был очень тираничен. Луа Юнхай изменился в лице и почернел. Однако он опустился на землю, каким самоуверенным он был раньше. Но из-за одного слова Гон Янхона он подчинился ему как ребенок. Ваше Высочество, Юнхай надеется, что вы не будете вмешиваться в дела таинственного дворца. Вся пышная аура Луа Юнхай испарилась. Это была страна Чу, а не таинственный дворец Девяти. Иначе он бы не стал бояться Гон Янхона. Здесь любой мастер небесного ковша мог легко стереть с лица земли кучку культиваторов Юаньфу. Закрой рот. Холодно хмыкнул Гон Янхон. Престиж таинственного дворца упал настолько, что они пытаются показать свою силу всем здесь, в стране Чу, и поднять свою самооценку таким образом. Он медленно подошел к Цинвентину и встал рядом с ним. Из взгляда встретились и старик улыбнулся. Юноша, я не думал, что ты победишь в этом году. Какой приятный сюрприз. Вентину было очень приятно смотреть на улыбку Гон Янхона. Тогда он очень переживал за старца, который казалось уже умер. Однако, сегодня Гон Янхон предстал на платформе и хотел сопроводить юношу к мировому господству. Как вдохновляюще. Эта аура ему подходила. Разве вы не становились победителем однажды? Ничего удивительного в моем достижении нет. Рассмеялся Цинвентян. То совсем другое. Я победил на вершине артериальной циркуляции, а ты всего лишь на восьмом уровне. Значит, что твое достижение уже более выдающееся, чем мое. Гон Янхон продолжал улыбаться. Он улыбался с тех пор, как Вентян однажды сказал прошлое в прошлом, а будущее слишком далеко. Лишь настоящее имеет значение. Он понимал, что ни в какое сравнение не идет с этим юношей. Луак и Янки, Секон Минг, Чучин и Арчун. Хоть они не слабы, но до тебя им далеко. Как нелепо пытаться унизить тебя. Они выбирали их, словно драгоценные камни, а тебя отбросили, как мусор. Разве не грустно? Разве не нелепо? А затем Гон Янхон повернулся и посмотрел на Луа Юнхай. Не боишься, что посрамишь репутацию таинственного дворца девяти своими действиями, если эта информация просочится наружу? Такой талантливый юноша, как Цин Виньтян, может выбрать любую из этих организаций, таинственный пик, солнечные горы или долину Феникса. Они примут его с распростертыми объятиями. Уверены, что понимаете, что вы делаете. У вас нет права быть такими разборчивыми. Но с другой стороны, таинственный дворец девяти сам не достоин силы Цин Виньтина. Слова Гон Янхона были пощечиной для Луа Юнхай. Публика глубоко вдохнула. Гон Янхон был все прежним. Таким же, как тогда, когда он покинул страну Чу и потряс весь мир. Ранее они видели мощную ауру Луа Юнхай, которая стремилась в небеса. Он пригласил лучших воинов присоединиться к таинственному дворцу девяти, нарисовав прекрасный портрет дворца в умах публики. Однако, после нескольких слов Гон Янхона эта картина развалилась на кусочки. На этот раз победил Цин Виньтян. Какое право таинственный дворец девяти имел выбирать его? Разве этот выбор зависел не от самого Цин Виньтина? Тогда Гон Янхон тоже победил, но не выбрал таинственный дворец. В итоге он стал безупречным воином и вернулся обратно в свою страну. Почему бы Цин Виньтяну не сделать то же самое? Он может сравниться с Гон Янхоном или даже стать сильнее. Если хочешь покинуть страну Чу, я могу подсказать тебе несколько сильных школ. Гон Янхон улыбался юноше. Но его слова не были шуткой. Если Цин Виньтян согласится, то он сразу уведет его. Для его таланта страна Чу была слишком тесна. Ему нужен был большой мир. Цин Виньтян знал, что Гон Янхон не станет ему врать. Дворец хотел унизить его. Слова Гон Янхона сообщили всем об этом, а также о том, что Цин Виньтяну было наплевать на Луа Юнхая. Он хотел расширить свои горизонты, а для этого не подходит ограниченный дворец девяти. Ну и что, что они правили десятью странами? Как огромен этот мир? Если сравнивать этот мир с девятью небесными слоями, то страна Чу была бы на самом нижнем. Оттуда не увидеть красоты и широты полей и звезд. Однако, Виньтяну еще многое нужно было завершить в стране Чу. У него были здесь друзья. Неправильно было бы просто уйти. Кажется, ты еще не закончил свои дела здесь. Я сегодня уезжаю из Чу, а тебе рекомендую найти сильную школу. Может быть, когда я разберусь со своими делами, то снова вернусь и найду тебя. Гон Ян Хон рассмеялся, а затем повернулся к Чу Тин Хаа. Ты принц страны Чу? И какую награду ты приготовил для чемпиона? Чу Тин Хаа посмотрел на старика. Он был так силен, что ему было все равно о его прошлом. Он разговаривал с ним как со слугой. Это и была сила. Но прежде чем принц открыл рот, Гон Ян Хон вмешался снова. Забудь. Раз это награда, то пусть Цин Винь Тян сам выберет, что хочет. Цин Винь Тян, ты победил на первую юн линь, какую награду ты хочешь. Я хочу, чтобы освободили моего отца и дедушку. Цин Винь Тян острым взглядом посмотрел на Чу Тин Хаа. Он пришел в королевскую столицу, стал сильнее, принял участие в первую юн линь. И все это по одной причине. Его отец Цин Чу Ан и его дед Цин Ву находились в тюрьме в Черной крепости. Невозможно. Они бунтари, как я могу их освободить? Я сказал освободить. Гон Ян Хон уставился на Чу Тин Хаа. Он сказал это тоном, не принимающим возражений. Чу Тин Хаа изменился в лице. Его голос дрогнул. Я могу выпустить одного только Цин Чуана. Цин Ву остается. Это предел. Гон Ян Хон посмотрел на Цин Винь Тина, который смотрел на принца. В его глазах блестел холодный свет. Идет. Кивнул юноша. Он ведь думал, что не сможет спасти отца. Гон Ян Хон, ты слишком многого просишь. В этот момент вдалеке раздался чей-то голос. Гон Ян Хон посмотрел на горизонт и увидел, как огромная рука из грома падает с небес на землю. Старик холодно хмыкнул. Он выбросил свою астральную небесную руку в гневе. В небе две ладони столкнулись и взорвались мощной хаотичной ци. В этот момент с небес спустился силуэт. Этот человек был одет в небесно-голубую робу. Лицом он был похож на Луа Ки Ян Ки Луа Юн Хай. Увидев его, Рен Ки Ян Син изменился в лице и задрожал. Луа Тианья пришел из таинственного дворца девяти. А раньше он был учеником Звездной Академии. Он пришел в страну Чу. Глава 147. Долгожданная развязка. Луа Тианья гордо парил в воздухе, источая ужасно тираническую ауру. Вся толпа преклонила головы, глядя на него. В их сердцах бушевала буря эмоций. Они раньше никогда не видели воинов небесного ковша в стране Чу. А сейчас перед ними стояли целых два. Для людей они были живыми легендами. Которые сейчас предстали перед их глазами. Этот человек-отец Луа Ки Янки. Яблоко от яблоки. Кажется, что есть какая-то тайная причина того, почему Луа Ки Янки вступил в Звездную Академию. Люди молча смотрели за событиями. Почему с таким прошлым Луа Ки Янки все же пошел в Звездную Академию? Очевидно, за этим стояла какая-то цель. Отец Луа Ки Янки стоял под платформой и смотрел на Луа Тианью, который стоял прямо в воздухе. А затем он опустил голову и затих, словно ему было стыдно смотреть на своего отца. Его победил сын Винь Тиан и он провалил свое задание. Теперь он стыдился смотреть отцу в глаза. Он потерпел поражение в такой стране как Чу. Кто ты? Луа Тианья посмотрел на Луа Ки Янки и спросил это с очень острым выражением. Луа Ки Янки запрокинул голову и посмотрел на отца. Я Луа Ки Янки. Ты Луа Ки Янки. Значит, таких слов как трус и слабак ты не знаешь. К тому же, как можно было потерпеть поражение с такой культивацией как у тебя? Твое боевое сердце слишком слабо? Голос Луа Тианья нарастал. Подними голову. Ты Луа Ки Янки, сын Луа Тианья. Луа Ки Янки был шокирован, осознав это. Он сжал кулаки, поднял голову. Ну и что, что он проиграл бой? Несмотря на это, он все еще оставался учеником таинственного дворца. А сегодняшнее унижение он скоро смоет кровью Цин Винтина. Луа Ки Янки снова посмотрел на юношу. Он жаждал его смерти. Цин Винтиан был помехой для него. Но вскоре он от нее избавится. Луа Тианья, неудивительно, что мне так знакомы черты лица этого юноши. Оказывается, он твой сын. Сказал Гон Янхон, глядя на силуэт в небе. Кажется, он был знаком с Луа Тианей. Гон Янхон, ладно, ты вернулся в страну Чу, но зачем ты вмешиваешься в дела таинственного дворца девяти? Холодно поинтересовался Луа Тианья. Таинственный дворец девяти очень задиристый. Я не могу игнорировать такое. Луа Тианья холодно хмыкнул. Никто не смеет вставать у нас на пути. Ты думаешь, что ты один можешь запретить таинственному дворцу делать то, что мы хотим? После этого Луа Тианья сделал шаг вниз. На Гон Янхона и Цин Винтина обрушилось его разрушительно давление. Гон Янхон вытянул руки и отразил атаку со своей небесной рукой созвездия Новы. Раздались раскаты грома, словно что-то большое разломилось надвое. Меня не волнуют желания таинственного дворца девяти. Однако, сегодня Цин Винтиан стал законным победителем. Если таинственный дворец девяти хочет мести только потому, что твой сын проиграл ему, то я этого не допущу. Ответил Гон Янхон. В его голосе чувствовалась сила. Один. Ты хочешь стать врагом для таинственного дворца? Смешно. Луа Тианья усмехнулся и спустился еще. По небу проскочила вспышка молнии и раздался гром. Луа Кианки и остальные уже отошли. Впереди стояли лишь старик Гон Янхон и Цин Винтиан. Я и правда не могу вмешиваться в дела таинственного дворца девяти. Но если вы продолжите так открыто унижать молодое поколение, то учтите, что для вас убить юного воина это то же самое, что и просто взмахнуть рукой для меня. Божественная рука находилась в воздухе, прямо напротив ладони Луа Тианья. Ну и что, что он победит? Я хочу посмотреть, насколько он созрел. Луа Тианья острым взглядом посмотрел на Цин Винтина. Он никогда не думал, что дорога культивации была простой и легкой, даже для гениев. Это была дорога, полная буря и ветров, которые оставляют за собой лишь человеческие скелеты. Без силы и удачи даже настоящий гений никогда не сможет стать совершенным существом. Таинственный дворец девяти не тронет его, но ты, в свою очередь, не смей вмешиваться в другие наши дела. Страна Чу это наша территория. Грозно отметил Луа Тианья. Таинственный дворец девяти владел страной Чу. Им было плевать, кто был императором. Если он обеспечивал их необходимыми ресурсами и новыми талантами, то кто угодно мог стать правителем. Нужно было лишь подчиняться дворцу. Лишь низшие старейшины таинственного дворца выбирали нового правителя для страны Чу. Лучшие старейшины не занимались такими вопросами. Не переживайте, я больше не буду вмешиваться в ваши дела. Холодно ответил Гон Янхон. Если бы не Цин Винь Тян, то он бы никогда не пришел сюда. Луа Тианья не стал больше смотреть на старика. Он посмотрел в сторону членов Звездной Академии и поздоровался с Рен Ки Янсином. Учитель, я надеюсь, у вас все хорошо. Я тебе не учитель. Холодно бросил Рен Ки Янсин. Учитель, почему вы так со мной? Для культиваторов нормально гнаться за силой. Использование разных методов для этого неизбежно. Хоть сейчас я в таинственном дворце девяти, я не забыл твою доброту. Поэтому я и назвал своего сына Ки Янки. Ки Ян как Ки Ян в вашем имени напоминает мне о вашей доброте и наставлениях. Луа Тианья говорил спокойно, но Рен Ки Янсин менялся в лице. Словно ненависть к своему ученику уже поглотила его целиком. Наши пути разошлись. Забудь об этом. Луа Тианья покачал головой. Он повернулся и посмотрел на Луа Ки Янки и остальных членов таинственного дворца девяти. Уходим. Как только он произнес это слово, все встали со своих мест и поднялись в воздух. Луа Тианья держал Луа Ки Янки за руку и смотрел на сын Вентина. Хочу посмотреть, как далеко ты пройдешь. Луа Ки Янки будет ждать тебя. Сказал он, прежде чем исчезнуть вдали. Сердца всех присутствующих дрожали от этой сцены. Впервые таинственный дворец девяти показал свое истинное лицо широкой публики. Только сейчас все поняли, что за страной Чу стояла другая мощная сила, которая и управляла ею в тени. Чу Тин Ха не имел реальной власти здесь. Сеньор Гон Ян Хон и правда воин Небесного Ковша. Все удивленно смотрели на старика. Такой воин был самым сильным в стране Чу. Его слова равнялись словам императора. Почти все, кто достиг уровня Небесного Ковша, уже покинули страну Чу. Но определенно, спроси любого и он тебе ответит, что самой яркой звездой был Цин Вин Тян. Он использовал абсолютную силу, чтобы заявить о себе, как о лучшем воине пира Юн Линь. Он выпался с самых низов. Никто не думал, что в конце останется один лишь Цин Вин Тян. Сегодня не только Звездная Академия стояла за ним, но еще и воин Небесного Ковша, ставший для него защитой. Цин Вин Тян, ты гордость нашей Академии. Засмеялся Рен Ки Ян Син, кивая юноша. Все члены Звездной Академии встали, снова выражая свое восхищение Цин Вин Тянам. Ты и правда заслужил похвалы. План Мо тоже поздравил Вин Тян. Павильон Божественного Орудия поднялся одновременно со всеми. Ан Ли Уин широко улыбалась. Она не ожидала, что Пер Юн Линь будет таким захватывающим. Сейчас в районе императора Чу воцарилось молчание. Все люди запомнили этот момент навсегда. Они никогда не забудут Пер Юн Линь в этом году. Они были благодарны Цин Вин Тяну, благодарны всем воинам на платформе, которые сделали это шоу таким незабываемым. Все воины оставили за пределами пера все свои несогласия и показали достойный бой. Они могли собой гордиться. Гон Ян Хон стоял рядом с Цин Вин Тянам. Он похлопал его по спине, улыбнулся и посмотрел вперед. Девушка из клана Му, ты подумала о том обещании, которое я тебе дал. Муру удивилась, но тут же пришла в себя и ответила. Сеньор, не шутите со мной. Считайте, что та картина была моим вам подарком. Муру узнала, как ценные слова Гон Ян Хона, воина небесного ковша. Как только ты придумаешь, что хочешь, запиши и оставь записку в моем бамбуковом домике. Я прочитаю ее, когда вернусь. Улыбнулся Гон Ян Хон. А затем перевел взгляд на Чу Тин Ха. Не забывая о своем обещании. Завтра утром Цин Вин Тян должен увидеть своего отца. Слова Гон Ян Хона все воспринимали всерьез. Он был очень влиятельным человеком. Луатианья ушел просто так, а остальные члены таинственного дворца девяти больше не трогали Цин Вин Тяна. Все из-за нейтрального отношения Луатианья. Он хотел подождать, пока Цин Вин Тян подрастет, а остальные. Но на самом деле причина крылась в существовании Гон Ян Хона. Его устрашающие слова о том, что он может сделать за убийство юного воина отпугнули Луатианью сегодня. Он мог бы убить все юные поколения таинственного дворца девяти за этого мальчишку. Если бы не он, то так просто от Вин Тяна бы не отступились. Сложно было представить, как страшно иметь воина небесного ковша в своих врагах. Раз юноша согласен, я сдержу свое слово. Ответил Чу Тин Ха. Отлично. Кивнул Гон Ян Хон, а затем повернулся к Вин Тяну. Продолжай усердно культивировать. А затем он поднялся в воздух. До ушей Цин Вин Тяна донесся его голос. Будь осторожен в стране Чу. Она имеет тысячелетнюю историю и глубокие корни. Я думаю, что здесь еще есть сильные воины, которые скрывают себя. Поэтому я не стал нажимать на Чу Тин Ха, чтобы не сталкиваться лицом к лицу с королевским кланом. Эти слова слышал лишь Цин Вин Тян, и его сердце содрогнулось от них. Поэтому Гон Ян Хон не стал настаивать на том, чтобы Цин Ву тоже выпустили. Королевский клан был похож на Звездную Академию тем, что у обоих были очень глубокие корни. На этой шахматной доске невероятных сил были еще скрытые и непонятные вещи. Все было не так просто, как казалось. Теперь Цин Вин Тян стал чемпионом пира Юнь Линь, и с его души свалился камень. В конце концов, его отца, Цин Чуэна, наконец выпустит из затаения. От одной мысли об этом сердце юноши радостно забилось. Он наконец-то увидит отца. Глаза Цинья покраснели от слез гордости за воина на сцене. Ее младший брат Цин Вин Тян победил на пиру Юнь Линь. Все им восхищались. К тому же, сегодня он сумел спасти их отца. Прошел уже год с тех пор, как Цин Вин Тян пришел из города Гармония Неба. Завтра, когда отпустит их отца, он точно будет гордиться своим сыном. Глава 148. Равновесие. Цин Вин Тян, стоящий на платформе, был центром всеобщего внимания. А Чу Тин Ха, сидящий на троне лазурного дракона, смотрел все так же равнодушно. Хоть еще не объявили все позиции воинов на этом пиру, публика уже начала расходиться. Такое окончание не устраивало Чу Тин Ха. Однако, это никоим образом не отразилось на славе Цин Вин Тян. Однако, влияние Секон Мин Га, Ся Лу, клана Иау уже потускнело, как и влияние Чу Тин Ха. Остались только те, у кого были хорошие отношения с Цин Вин Тяном, и конечно самые страстные болельщики. Им все было мало. Они все поспешили на платформу, окружили Цин Вин Тян. Атмосфера сразу ожила. Однако, внутреннее состояние радостной и возбужденной толпы не соответствовало состоянию Цин Вин Тян. Он был очень спокоен. Увидев силу Луа Тяньи, силу таинственного дворца и мощь Гон Ян Хана, он почувствовал сильное желание превратиться в такого же сильного, как и они. Если однажды он сможет достичь такого же уровня силы, как у Гон Ян Хана, Чу Тин Ха точно придет к нему извиняться лично. Цин Вин Тян наконец ушел вместе с членами Звездной Академии. Остальные зрители вздохнули и стали постепенно расходиться. Красивое лицо Мокин Чин сияло улыбкой. Она никогда не забудет такой удивительный перьюн линь. Ой, рядом с ней появился другой человек. Мокин Чин закатила глаза и спросила. А ты зачем здесь? Твой любовник стал чемпионом. Я пришла поздравить тебя. Начало дразнить подругу Налан. Мокин Чин обомлела. Ее лицо покраснело до цвета спелой вишни, когда все члены ее клана уставились на нее. Тебе конец, Налан. Мокин Чин хотела ударить девушку, но та уклонилась и засмеялась, отступая. Серьезно, он превзошел все мои ожидания. Если он тебе так нравится, то почему бы не выйти за него замуж? Если хочешь, то сама и выйди. Мокин Чин потеряла дар речи. Все смотрели на их игры с улыбкой. Вице-президент Ассоциации Звездной Реки, Жуаинь, смотрел на это все очень угрюмо. Он был зол. Мурин, ах, Мурин, безжалостно произнес он. Мурин стоял за ним с опущенной головой. В его глазах плескался холодный свет. Вице-президент Жуа, хоть Цин Винь Тян не показал всю свою силу на этот раз, и Звездная Академия ценит его, но не значит ли это, что он сам выроет себе яму своей смелостью? Я думаю, что многие захотят его смерти. Попытался Мурину смирить гнев Жуаиня. А что ты натворил своими действиями? Он холодно посмотрел на Мурина. Если бы Цин Винь Тян тогда присоединился к нам, я бы легко сделал его очень сильным, с таким-то талантом. Мурин холодно рассмеялся и выругался в сердцах. Этот старый подонок хотел с помощью Цин Винь Тян усилить себя. Какой коварный план? Мурин никогда бы не посмел сказать такой вслух. Он лишь поддакивал и терпел гнев Жуаиня, пряча свои настоящие эмоции и чувства. Не только клан Мои Ассоциация Звездной Реки не имела определенного отношения к этому. Сейчас вся публика вышла из района Императора Чу, думая о прошедшем пиру абсолютно разные вещи. Те, кто делали ставки в Небесном Чуде, стали рассуждать об этом после завершения пира. В Пьяном Чуде было много народу. Толстяк не спешил за своим выигрышем. Ведь неважно, когда он заберет его. Небесное Чудо было большим заведением, которое никогда бы не обмануло своих клиентов. Поэтому не стоило протискиваться через всю эту толпу за деньгами. Об этом юноша не переживал. И в любом случае, было много свидетелей того, что он поставил на цен Вентина. Он не хотел, чтобы его ограбили сразу же после того, как он заберет выигрыш. Бессмертный винник и юноша рядом с ним об этом не беспокоились. Они забрали свой выигрыш и ушли обратно в свой ветхий домик, где они пили вино. Денег при них не было видно, однако на пальцы каждого блестело межпространственное кольцо. Очевидно весь выигрыш они положили туда. Бессмертный винник приставил губы к бокалу с вином. Он закрыл глаза и погрузился в этот чарующий аромат вина, представляя как прекрасно будет вкусить его сейчас. Прекрасная вещь. Но было не просто заставить владельца это место принести такое хорошее вино. Улыбнулся бессмертный винник. Однако раз ты так много выиграл, то угощаешь меня ты прекрасный план, засмеялся юноша. Не буду отрицать, что я выиграл много, но тебе надолго вина хватит на твои 800 метеоров. А все благодаря этому пареньку, Цинвентину, нежданно-негаданно, улыбнулся винник и покачал головой. Цинвентин и правда стал чемпионом этого никто не ожидал. Он не только победил, но и спас своего отца. Прекрасная концовка. Винник отхлебнул немного вина. Он был счастлив за Цинвентина. Однако юноша напротив него покачал головой и горько улыбнулся. Что? Ты иначе думаешь? Любопытно спросил бессмертный винник. Ты не понимаешь суть вещей. Все не так просто. Вздохнул юноша. На самом деле лучше всего поддерживать равновесие, и когда этот баланс нарушается, никто не знает, что произойдет. Твои слова звучат еще бредовее, чем то, что обычно говорят пьяные. Горько улыбнулся винник. Изнутри все видно лучше. А ты не знаешь ловкости и обмана в политике, поэтому ничего не понимаешь. Пробормотал юноша. Воды здесь глубокие. А Цинвинтян замутил их. Мой брат этот так просто не оставит, и сильные кланы тоже. Когда придет время, равновесие будет нарушено. Равновесие. Бессмертному виннику казалось, что он блуждал по темному лесу. Чем больше он слушал, тем меньше понимал. Хоть и королевская кровь в стране Чу течет в жилах плохих людей, думаешь им трудно выступить против их верного подданного? Мой младший брат Чу тин хаа настоящий дракон среди людей. Зона его влияния не ограничена. Юноша допил вино, поставил бокал на стол и хотел было уйти. Почему ты думаешь, что страна Чу не истребила всех бунтарей? Ведь королевский клан не бесполезен, они просто не хотят полностью истреблять бунт. Это и есть равновесие, баланс. Юноша медленно ушел, исчезая из виду. Винник стоял там один. Он ошарашенно смотрел вслед уходящему. Вдруг он горько засмеялся и тихо пробормотал. Неудивительно, что он захотел стать свободным принцем. Жизнь, полная борьбы и заговоров друг против друга очень скучно. Лучше всего просто напиться. Цин Винь Тян наконец вернулся в Звездную Академию. Он был в своем дворе. Рен Ки Ян Син, Мустанг и Луаху Ан тоже были там. Рен Ки Ян Син вздохнул. Никто не ожидал, что ты станешь первым. Почему ты не намекнул нам, чтобы Звездная Академия хоть как-то к этому подготовилась? В следующий раз не торопись. Я и сам не ожидал, что стать чемпионом будет так сложно. И не думал, что Таинственный Дворец 9 будет действовать такими методами. Криво усмехнулся Цин Винь Тян. Он и правда был слишком юный и не понимал многих вещей. В конце концов, ему было всего 17 лет. Его жизненный опыт небогат. К счастью, появился сеньор Гон Ян Хон и помог тебе пройти через это без неприятностей. Улыбнулся Рен Ки Ян Син. Сначала он переживал, что никто не сможет встать против Луа Ки Ян Ки. Но кто бы подумал, что Цин Винь Тян осмелился сделать это. Одно это грело ему душу. Когда ты хочешь взглянуть на седьмой уровень павильона небесной звезды. Снова с улыбкой спросил Рен Ки Ян Син. Глаза Цин Винь Тян ярко заблестели. Этот легендарный и загадочный седьмой уровень павильона небесной звезды. Какие секреты он в себе таит. Тогда отец Луа Ки Ян Ки поднялся на седьмой уровень и темными способами попытался подняться и на восьмой. Он хотел пожертвовать всем, чтобы его сын Луа Ки Ян Ки вступил в Звездную Академию, чтобы снова сразиться за этот шанс. После того, как отпустит моего отца Цин Винь Тяну не то чтобы не терпелось попасть на седьмой уровень. В конце концов, павильон небесной звезды никуда не денется. Отлично, я пошлю кого-нибудь за тобой. Сейчас с нынешним положением вещей мы должны позаботиться о твоей безопасности, отметил Рен Ки Ян Син. Он понимал, что за этим последуют неприятности. Положение дел в королевской столице было очень запутанным, а воды были глубоки. С сегодняшнего дня, если Цин Винь Тян не находился на территории Звездной Академии, она была не в силах защитить его. Конечно, кивнул юноша. Таинственный дворец и королевский клан не станут действовать против него открыто, но кто знает, что может случиться ночью. К тому же, многие кланы смотрели на него, как тигр на добычу. В этот момент донесся крик Аиста. Рен Ки Ян Син поднял голову и улыбнулся, увидев белого Аиста. Я ухожу. Отдохни. Рен Ки Ян Син встретился с мустангом глазами. Они оба улыбнулись и ушли. На Аисте скрестив ноги сидели две девушки. Это были Налан и Мокин Чин. Почему вы здесь? С улыбкой спросил Вин Тян. Я подумала, что сейчас ты не так занят и пришла поздравить тебя. На лице Мокин Чин сияла безупречная улыбка. Почему бы вам не спуститься и не присесть? Мокин Чин кивнула. Обе девушки грациозно спрыгнули со спины Аисты, а Налан вдруг обратилась к юноше. Эй, ты. Кин Чин никогда ни к кому первая не приходит. Так что хватай свой шанс, понял? Эм. Цин Вин Тян моргнул, а Кин Чин повернулась к Налан. Ты сама мне сказала прийти к нему. А чем это ты? Не было такого. Налан подняла голову, не желая признавать свои слова. Не слушай ее, сказала Кин Чин юноше. Она заметила, что он пялился на нее, и покраснела. Для воинов королевской столицы Мокин Чин была слишком гордая и безразличной. В конце концов, она знала, что они сближаются с ней из-за своих интересов, поэтому была так несчастна. Но она была всего лишь обычной девочкой. Ее сердце было не каменным. Поэтому, как же она могла выдержать такой взгляд Цин Вин Тян? Для ее красных счетчик было оправдание. Атмосфера стала неловкой, любовь витала в воздухе. Налан хихикнула. Мне уйти? Мокин Чин словно язык проглотила. Если бы она знала, то никогда бы не позвала Налан с собой. Глава 149. Опасность. Мокин Чин лишилась дара речи. Налан специально смущала ее. Она хихикнула. Ладно, ладно. Уже ухожу. Она посмотрела на Кин Чин выразительным взглядом и с улыбкой повернулась к Цин Вин Тяну. Эй, лучше хватайся за возможность. Такое бывает крайне редко. Знаешь, сколькие воздыхают об этой красавице? Налан засмеялась и ушла, оставляя Вин Тяна и Кин Чин наедине. Это было им необходимо. От ее слов они оба потеряли дар речи. Она намекала на их возможный роман. Атмосфера стала очень неловкой. Никто не знал, что сказать, чтобы нарушить молчание. Цин Вин Тян снова посмотрел на Мокин Чин. Ее безупречная белоснежная кожа, красивая фигура, и каждый ее вздох будоражил сердца мужчин. Цин Вин Тян уже забыл, кто он и где находится, пока любовался ее красотой. Для такого горячего юноши, как он, устоять перед соблазнительной красавицей было невероятно сложно. Особенно перед такой идеальной девушкой прямо перед ним. А она была к нему так мила. В этот момент к нему в душу невольно пролезла мысль, что если Мокин Чин и правда станет его, это было бы прекрасно. Он уже полностью утратил контроль и открыто пялился на нее. Он почти вошел в состояние транса. Чувствуя его взгляд, Кин Чин было очень неловко, но это делало ее лишь прекраснее. Почему он на нее так смотрит? Она топнула ножкой. На что ты уставился? М. Цин Вин Тян моргнул и пришел в себя. Он только сейчас понял, что молча смотрел на нее. Он неловко улыбнулся и продолжил. Вообще-то, на красивую девушку. Мокин Чин хмыкнула, но ее гнев придавал ей еще больше очарования. Ты был слишком смел тогда, поэтому и пострадал от нечестной игры таинственного дворца девяти. Раз ты был достаточно силен для первого места, надо было сообщить об этом Звездной Академии заранее. Разве ты не знаешь, как это опасно? К счастью, все обошлось. Мокин Чин говорила с упреком. Юноша был таким легкомысленным, отчего старейшины обливались холодным потом, боясь, что с ним что-то случится. Я не мог даже вообразить, что Таинственный Дворец Девяти прибегнет к таким грязным методам. Горько улыбнулся Цин Вин Тян. Нельзя быть таким беспечным. Таинственный Дворец Девяти хотел сделать Луокиянки чемпионом. Но увидев, что ты разрушил их хорошо подготовленный план, конечно, они решили играть нечестно, объяснила Мокин Чин. Наверное, этот юноша уже натерпелся много, почему же он так легко относился к этому? Конечно, он не думал, что многие захотят навредить ему, это лишь показывало, как добр он в своей душе. Хоть он и казался туповатым, редко встретишь такого юношу, как Цин Вин Тян. Если бы Вин Тян был таким же, как Чу Тин Хао Ивуки, умным, но расчетливым и хладнокровным, Мокин Чин никогда бы не стала с ним общаться. Для Мокин Чин была важна прежде всего личность и характер. Спасибо, что напомнила, красавица. С усмешкой сказал Цин Вин Тян. В будущем ему надо будет принимать много вещей во внимание. Если бы не Гон Ян Хон, он точно бы попал в просак. В конце концов, отец Луокиянки пришел сам, чтобы противостоять Цин Вин Тяну. Сейчас он лишь мог хотеть стать воином Небесного Ковша и любовался ими издалека. Цин Вин Тян не мог забыть мощную ауру Луокияни. Не знала, что ты такие милые вещи умеешь говорить, захихикала Мокин Чин, глядя на Винтина. Конечно, умею, иначе меня бы все называли глупеньким. Пожал плечами Вин Тян, смеясь. Красивые глаза Кин Чин заблестели и она тоже засмеялась. Оказывается, что этот глупыш еще помнит ту сцену во время снегопада. Мокин Чин не знала, что из-за нее юноша никогда не забудет тот день. Послышались чьи-то шаги. Цин Вин Тян поднял голову. Кто там? Никто не ответил, но шаги стали ближе, и Цин Вин Тян нахмурился. Обычно, те, кто приходил к нему, заранее предупреждали о своем визите. Если, конечно, это не были его близкие друзья. Но сейчас он увидел человека в конической бамбуковой шляпе с опущенной головой. Незнакомец просто так пришел к нему, было в этом что-то подозрительное. Кто вы? Голос Цин Вин Тян тут же стал намного градусов холоднее. Это была его частная собственность. Только воины, имеющие императорский медальон четвертого уровня или выше, могли заходить сюда просто так. Будь осторожен, прошептала Мокин Чин. Незнакомец приближался и казался все более подозрительным. Я. Медленно начал он, поднимая голову. Цин Вин Тян лишь увидел пару острых глаз. Все остальное скрывало черная одежда человека. Вдруг его давление и убийственное желание вырвалось вперед и обрушилось прямо на Цин Вин Тяна. Твой убийца. Сказав это, он подпрыгнул в воздух и замахнулся ладонью на юношу. Его удар ладонью принадлежал к такой же технике, которой владел и сам Вин Тян. Отпечаток тысячи рук. После удара появилось много теней ладоней с заключенной в них невероятной мощью. Цин Вин Тян замер, а в его руке появилась древняя алебарда. Несмотря на то, что он знал, что его противником был воин уровня Юаньфу, он все равно побежал вперед, а не остановился, когда Мо Кин Чин встала у него на пути. Вернись. Красивые глаза Кин Чин заблестели, она метнулась вперед. Хоть Цин Вин Тян и был глупеньким, но его реакция была удивительно быстрой. Он нанес удар своей алебардой, столкнувшись с атакой ладони своего противника. Цин Вин Тян был на уровне астральной циркуляции, поэтому неважно, как сильны были его атаки, ему было не отбиться от атак воина Юаньфу. Раздался громогласный звон, и алебарда вылетела у него из рук. От отдачи его тело отлетело и он сплюнул кровь. Вин Тян ударился о пыльный каменный стол, попробовав на себе всю мощь удара этой ладони. В этот момент активировалась Аура Мо Кин Чин. Она источала давление культиватора Юаньфу, и мужчина очень этому удивился. Но всего на секунду он должен был как можно быстрее убить Цин Вин Тян, пока представился шанс. Мужчина в маске сделал шаг вперед и его убийственная энергия достигла предела. Он яростно выбросил ладони в сторону Мо Кин Чин. Они заполонили собой все небо, атаковав Мо Кин Чин. Все ее внутренние органы сотряслись от их силы, ей пришлось отступить. Она не смогла встать на пути у этого воина. «Беги, он должен быстро убить тебя или у него ничего не выйдет», закричала Мо Кин Чин, словно хотела предупредить и других воинов из Академии. Цин Вин Тян понимал, что она была права. Он никогда не думал, что найдется человек, который посмеет убить его в стенах Звездной Академии. Рен Ки Ян Син не позаботился о защите Цин Вин Тян внутри, лишь за пределами секты. Однако это лишь доказывало то, что его враг был очень умен. К тому же он сумел преодолеть охраняемый вход секту. Зародилась торнадо, когда Цин Вин Тян снова нанес удар своей древней Алибардой. Однако он не смог заблокировать удар противника, и воин Юань Фу выбросил еще одну ладонь, выбив Алибарду из рук Вин Тяна. Воин приближался. Цин Вин Тян с его техникой движения Горуды был так быстро, что превратился в сгусток теней и оторвался от своего противника. Ему нужно было совсем немного времени. Он понимал, что пока он там, его враг не сможет ранить Мо Кин Чин. Цин Вин Тяну нужно было лишь задержать его. Кто это такой дерзкий прямо в стенах Звездной Академии? Раздался суровый голос, потрясший всю Академию. Воин Юань Фу не будет рисковать своей жизнью, чтобы убить Цин Вин Тяна. Он был так силен, что вряд ли захотел бы стать воином-смертником. Снежок. Мо Кин Чин позвала своего Аиста. Он спустился вниз небес, и его когти вцепились в воина. Воин выбросил вперед ладони, однако Аист был демоническим зверем седьмого уровня, который по своей силе равнялся воину Юань Фу. Разделаться с ним было не так легко. Мужчина рычал от ярости, продолжая атаковать животное ладонями. Аист жалобно заплакал, а затем повалился на бок. Мужчина побежал за беглецами. Больше времени нет. В его глазах была видна паника. Он собрал всю свою ужасающую силу и направил острую ауру прямо на Цин Вин Тяна, желая пробурить в нем дыру. Ложись. Мокин Чин успела сблизиться с юношей, пока преследователь отвлекал ее Аист. Она прыгнула на юношу, накрыв его своим телом и повалив на землю. Ужасный ветер задел ее спину. Черт бы вас побрал. Выругался воин и снова нанес удар ладонью. У него уже не было времени проверять, жив сын Вин Тян или мертв, поэтому он развернулся и скорее унесся с того места. Если бы он был не так расторопен, то ему пришлось бы попрощаться с жизнью. Раздался еще один громкий звук. Вин Тян лишь почувствовал, как его тело ударило что-то мощное и снова выплюнул свежую кровь. Однако о своих ранах времени у него заботиться не было. Он думал лишь о человеке, лежащем на его спине. Кин Чин. Закричал Цин Вин Тян. Его сердце бешено билось. Он боялся. Рядом с лицом Винтина приземлилась капля крови. Юноша ощутил, словно тысячи ножей вонзились в его сердце. Он и правда боялся. Этот ужас был жутким и всеохватывающим. Он яростно содрогнулся, боясь, что случилось худшее. Я в порядке. Донесся слабый голос. Его звук для Винтина был подобен ангельскому пению. Груз вдруг слез с его спины, потому что девушка скатилась на землю и легла рядом с ним, друг напротив друга. Расстояние между их лицами было всего в один дюйм, от чего оба задержали дыхание. Глядя на ее бледное лицо и кровь в уголке губ, Вин Тян почувствовал, что ни на что не годен. Это было близко. Мокин Чин улыбнулась, и от этой улыбки у Винтина чуть не остановилось сердце. Кто это был? Кто посмел пытаться убить его прямо в Звездной Академии? Цин Винтиан дрожал от гнева. В его сердце зарождалась буря. Кто же так сильно хотел его смерти после пира Юнь Линь, что был готов заплатить за это любую цену? Цин Винтиан посмотрел на свои дрожащие руки, протянул одну и вытер кровь с губ девушки. Он засмеялся, глядя на нее, но его сердце было все таким же холодным. Ты правда в порядке? Тихо спросил Винтиан. Да, не волнуйся. У меня есть таблетки, которые помогут мне восстановить силы. Мокин Чин достала из одежды таблетки и проглотила их. А затем улыбнулась Винтину. Поможешь мне встать? Ее щеки мило покраснели. Винтиан кивнул и помог ей подняться. Осторожнее. Ладно. Мокин Чин закрыла глаза, спокойная цистала циркулировать по ее телу. Рядом с ними появилось несколько людей. Некоторые летели по воздуху, пытаясь поймать след того воина, а другие искали Винтина и Кин Чин. Кто это был такой смелый? Спросил старик Гу, осматривая раны Мокин Чин. Он был так зол, что это чувствовали стоящие рядом. Воин уже ушел, когда мы пришли. Очевидно, он не успел убить Винтина. Еще одна секунда и он бы не убежал от нас. Однако, за такое время он не смог бы уйти из Академии незамеченным. Сказал Ренки Янсен, паря в воздухе. Он был слишком беспечен. Он подумал о безопасности Цин Винтина вне Академии, но ему и в голову не пришло, что неприятель может закрасться прямо сюда. Хочешь сказать, что в Звездной Академии есть предатель? Остро посмотрел на него старик Гу. Его убийственная энергия воспарила в небеса. Убийственная энергия Цин Винтина тоже достигла своего предела. Показав свой талант на Перу Юм Линь, Винтиан сделал так, что многие захотели его смерти. Глава 150. Цин Чуян на свободе. В резиденции Цин Винтина в Звездной Академии царил хаос. Его создавали присутствующие старейшины. Цин Винтиан не так давно стал чемпионом на Перу Юм Линь, но оказалось, что многие уже замышляли его убийство. Это было очень плохо для Звездной Академии. Если они не найдут того, кто за этим стоит, то такие случаи будут повторяться. Винтиан, какой техникой пользовался тот воин в маске? Старик Гу остановился рядом с юношей. Отпечаток тысячи рук. К тому же, в последних нескольких атаках кажется он использовал технику меча. Я почувствовал, что он пытался скрыть свою личность, поэтому не посмел выпустить астральную душу. Ответил Цин Винтиан. Действительно, кивнул старик Гу. Отпечаток тысячи рук был техникой из пятого уровня павильона Божественной Звезды и не был запрещен. Некоторые воины из Академии развивали эту технику. Проверьте хранителя пятого уровня. Хочу узнать, кто недавно пользовался книгой по технике отпечатка тысячи рук. Узнайте все имена за последний месяц. Рен Ки Янсен командовал, стоя в воздухе. В этот момент он был очень зол. Несколько человек отправилось выполнять его приказ, а в воздухе появились новые старейшины. Они изменились в лицах и спросили. Есть те, кто хочет смерти Цин Винтина? Неслыханно. Старейшины высказывались один за другим, а Рен Ки Янсен холодно смотрел на них. Вы все, кто вам сказать прийти сюда? Старейшины замерли в шоке, чувствуя холодное давление исходящее от Рен Ки Янсена. Он подозревал, что предатель скрывался среди них. Убийство это серьезное дело, поэтому все под подозрением. К тому же, я уверен, что в нашей академии появился предатель. Возможно, вы к этому не причастны, но все же. Вероятность мала, но нужно все тщательно расследовать. Все закивали в согласии со словами Рен Ки Янсена. Я и Яфен увидели, как все старейшины спешат сюда. Мы подумали, что что-то случилось и тоже решили посмотреть. Цин Винтиан обратил взгляд на этого человека. Это был Янус. Янус меня ненавидит, может быть, это он хотел убить меня. Однако, это Звездная Академия. Он бы точно не стал так рисковать и действовать открыто, пока все старейшины на чеку. Цин Винтиан размышлял о нем про себя. Он знал, что возможно, Янус предатель. Но вероятность была невелика. Рен Ки Янсен замолчал, а потом сказал. За эти два дня все воины Юяньфу из Академии придут в комитет дисциплины и отчитаются за свои сегодняшние действия. Я хочу исключить вероятность того, что у нас появился предатель. Надеюсь на ваше понимание и содействие. Все старейшины невольно вздрогнули от его слов. Он хотел исследовать всю Академию. Все воины Юяньфу имели высокий статус, но Рен Ки Янсен все равно хотел это сделать. Кажется, что он не остановится, пока не узнает, кто предатель. Одно это показывало, как высоко он ценит Цин Винтина. Ладно, все свободны, объявил он и толпа разошлась. Рен Ки Янсен обратился к юноше. Вы оба выздоравливайте. Оставьте это мне, я разберусь. Хорошо, кивнул Винтиан, а затем сел рядом с Мокинчин. Он был в порядке, но если бы не она, то ему бы точно не поздоровилось. От одной этой мысли его сердце обливалось кровью. Бледное лицо девушки постепенно возвращалось в своему нормальному цвету. Винтиан тоже расслабился. Сила таблетки была очень мощной. Неудивительно, что хорошие алхимики встречались еще реже мастеров божественных отпечатков. Вскоре Мокинчин снова вернулась к нормальному цвету лица. Винтиан увидел ее розовые щечки. От этого его сердце забилось быстрее. Какой трогательный момент. Если ты так и будешь на нее пялиться, она никогда глаза не откроет, сказала Налан. Юноша не заметил, как она пришла. Услышав ее голос, Кинчин распахнула глаза. Глаза ее были словно чистая вода, они все так же блестели. Она закатила глаза, но все же чувствовала себя смущенно под взглядом юноши. Не говори чепухи. Кинчин встала и посмотрела на Налан, а Винтиан засмеялся. Кажется, ее подруга сказала правду. Кинчин не хотела открывать глаза, пока он смотрел на нее. Снежок, спасибо тебе. Кинчин скормила одну таблетку своему белому аисту. Цин Винтиан встал, глядя вслед уходящий Мо Кинчин. Она повернулась и нежно улыбнулась ему. Он ее так и не поблагодарил. Просто они были довольно близки и им не обязательно было выражать благодарность словами. Такого больше не повторится. В следующий раз я защищу тебя, сказал Цин Винтиан. Мо Кинчин заморгала и покраснела. Не нужна мне твоя защита. Спешно воскликнула она. А затем девушка поднялась на спину белого аиста. Снежок, нам пора. Налан тоже села на спину аиста и улыбнулась юнаше. Ладно, твоя кожа стала толще. Аист взлетел в небеса, и обе девушки исчезли за горизонтом. Винтиан смотрел на небо, а затем вдруг рассмеялся. Кажется, что предыдущие слова Мо Кинчин намекали на их тайный роман. К тому же, Мо Кинчин была воином Юаньфу. Как он мог защитить ее? Одна мысль об этом заставила юнашу вернуться к своей культивации. Его желание стать сильнее все усиливалось. В чаще темного леса вокруг черной крепости царила тишина. Черная крепость находилась на затерянной земле. Все забыли о ее существовании. В крепости было несколько камер, сделанных из ледяной стали. В них были заперты живые пленники. Эта тюрьма была сделана из ледяной стали. Там присутствовала только цинь. Единственным звуком в этой крепости были шаги по ледяному коридору и ха-ха от стен. Цин Чуян. Вдруг раздался холодный голос. Цин Чуян, сидящий в камере, открыл глаза. Он пригладил свою грязную бороду и посмотрел на силуэт снаружи. Это точно не еду принесли. Он услышал, как открылись металлические цепи. В его глазах блеснул холодный свет. Что это за игры? Послали кого-то, чтобы он открыл его оковы? Это очень подозрительно. Ты свободен. Иди. Идти. Куда? Холодно спросил цин Чуян. Можешь идти? Человек не ответил. Цин Чуян нахмурился, и его вывели из тюрьмы. Человек вывел его наружу, а затем стал закрывать ворота за его спиной. Повезло ублюдку. Холодно хмыкнул он. Его приемыш завоевал таки первое место на Перу Юмлин. После этого двери черной крепости захлопнулись. Жалкий человек в тюрьме, лежащий на полу, вздрогнул и открыл глаза. В его глазах виднелась острая жажда убийства. Это был Цин Ву, отец цин Чуяна. Цин Чуян, стоя за пределами тюрьмы, дышал мокрым утренним воздухом, не веря в происходящее. Все его цепи и оковы были сняты. К тому же, люди рядом с ним не были достаточно сильны для охранников. В своем сознании он снова и снова прокручивал слова «ты свободен и не мог в них поверить». Он постоял там немного, а затем открыл рот и спросил «Куда вы меня ведете?» «В королевскую столицу. Пойдем», — ответил один из сопровождающих. Они вступили в темный лес. Солнечный свет постепенно согревал землю. Цин Чуян и остальные шли по тропинке, покидая темный лес. Наконец-то он вышел из ледяной тюрьмы и теперь с удовольствием разглядывал людей и строения повсюду. Однако это все было для него неважно, потому что он вдруг увидел двух знакомых человек, ожидающих его. «Отец!» — воскликнула Цин Я, и из ее глаз хлынули слезы. Она уткнулась лицом в плечо Цин Чуяна. Цин Вин Тян тоже подошел к ним и крикнул. «Отец!» — «Я, Вин Тян, что происходит?» На его лице отразилось непонимание. Цин Я оторвалась от его плеча. Она широко улыбалась. «Отец!» — это все Вин Тян. Он стал чемпионом на Перу Юнь Линь. Сейчас его поддерживают не только Звездная Академия и Павильон Божественного Орудия, но еще и Войн Небесного Ковша, который заставил Чу Тин Хааа выпустить тебя. Чемпион-поддержка Небесный Ковш. Цин Чуян был ошеломлен. Он глубоко вдохнул и посмотрел на Вин Тина. На его глаза выступили слезы. Он подошел и обнял Вин Тина. Из глаз хлынули слезы. «Сколько раз я слышал, что мой сын не способен культивировать. Но я, Цин Чуян, всегда верил, что однажды ты ярко засияешь, как звезда на небе, а все будут смотреть на тебя издалека и восхищаться». Его голос был полон эмоций. Что еще он мог желать для собственного сына? Хоть они не были кровными родственниками, их связь была намного ближе, чем у настоящих отца и сына. Победитель Перо Юнь Линь. «Мне кажется, осенний снег даже мизинца твоего не стоит». Цин Чуян всегда помнил, как девушка вела себя тогда, и как вел себя клан Бай. Отец, когда Цин Вин Тян стал первым, осенний снег и Байкин Сен тоже там были. Она даже не смогла принять участие в сражениях, а лишь смотрела на Вин Тина издалека. Рассмеялась Цин Я. Отец, все кончено. Выдохнул Вин Тян. «Да, пойдем и поговорим по дороге». Улыбнулась Цин Я. Охранники рядом с Цин Чуаном развернулись и отправились во свояси. А те воины Юань Фу, которые проводили Вин Тина до места встречи, тоже кивнули, увидев Цин Чуана. Это старейшины уровня Юань Фу из Звездной Академии, они защищают Цин Вин Тина. Объяснила Цин Я, а Цин Чуян в ужасе замер. Поэтому было понятно, какой важной персоной был его сын в Академии. Воины Юань Фу сопровождали его ночной прогулки. Его сынок уже вырос. В душе Цин Чуян был безгранично счастлив. В роскошно убранной комнате в королевском дворце на полу сидел Чу Тин Ха и смотрел на диван дракона перед ним. На диване дракона лежал хилый и бледный старик. Отец, твой сын бесполезен, я не могу помочь тебе, а тебе все хуже с каждым днем. Виновата, воскликнул Чу Тин Ха. Это не твоя вина, что я могу в любой момент умереть. Завтра я встречусь с нашим предком. А будущие страны Чу я передаю тебе. Тихо сказал лежащий. Предок все еще здесь? Спросил Чу Тин Ха. Кончно. Но только император сможет войти в комнату Озера Дракона. Это правило установила наша семья. Когда ты унаследуешь престол, то тоже сможешь навестить предка. Хоть ему и плевать на мировые дела, он не сможет игнорировать кризис клана Чу. Старик вздохнул. А если будет время, то помоги мне воспитать твоего старшего брата. Хоть он и разочаровал меня, в его венах все равно течет кровь нашего клана Чу. Хоть многие свысока смотрели на старшего принца, старик все равно понимал, каким выдающимся был его старший сын. Глава 151. Назревающая буря. Чу Тин Ха вышел из комнаты, где лежал его отец. Граждане страны Чу не знали, что императора свалила болезнь и он всегда лежал. Даже самые лучшие таблетки не помогали ему излечиться. Император Чу помнил, что эта болезнь началась с уходом Цин Ву. Это ухудшало еще текущее состояние. Чу Тин Ха стоял возле входа в огромный зал. Он внимательно следил за обоими входами, которые охраняли несколько охранников голубой крови, которые были похожи на статуи. Первое задание. Собери 10 охранников дракона уровня Юаньфу. С этого дня никто не должен приближаться к моему отцу. Помни, никто. Совсем. Второе задание. Передай мою команду выполнить клану Секновения. И третье. Сообщи в Черную крепость, чтобы усилили защиту и следили за Цин Ву. Никто ни под какими обстоятельствами не должен попасть внутрь. Четвертое. Отправь людей, чтобы следить за кланами, которые имеют военный авторитет в королевской столице. Если заметят странные маневры, тут же придержите их или устраните. Чу Тин Ха замолчал. И пятое. Хотя. Забудь. Я сам с этим разделаюсь. Оставь Таинственный дворец девяти на меня. На этот раз первым стал воин из Звездной академии, но Таинственный дворец не собирался отказываться от своих планов. И поэтому сейчас самое время, чтобы разобраться с этой надоедливой академией. Луатианья и Луакянки точно отправят людей ему в помощь. Охранники исчезли без единого звука. Отправились выполнять указы Чу Тин Ха. Чу Тин Ха повернулся и посмотрел в глубину огромного зала. Он удовлетворенно кивнул, отметив хорошую охрану комнаты. Он думал, что никто не сможет войти в нее. Прошло какое-то время после указов Чу Тин Ха, и страна Чу заработала словно часы. Самая крупная транспортная компания, сеть небесного транспорта тут же ожила. В то же время как Чу Тин Ха отдавал распоряжение, в чаще темного леса молчаливая и темная тюрьма была все такой же холодной и строгой, как и в давние времена. К крепости подъехала карета, из которой вышел человек с медальоном. Вскоре ворота черной крепости открылись и внутрь вошло несколько силуэтов. Они остановились перед определенной камерой. Пленник в ней сидел прямо на полу. Это был никто иной, как Цин Ву. Открыть дверь. Скомандовал человек с медальоном. Охранник уставился на человека, поколебался немного, а затем полез за ключом и открыл клетку. Снимите его оковы. Продолжил человек с медальоном. Невозможно. Отказался тюремный охранник. Никто не мог приказывать такое. Но как только он произнес это, в его спину вдруг быстро вошло длинное копье, проколовшее сердце, а человек зажал охраннику рот, чтобы не были слышны его предсмертные крики. Охранник упал на пол, закрыв глаза навсегда. Человек с медальоном нашел ключ в одежде умершего и снял оковы с Цин Ву, а также его рваную одежду. Цин Ву медленно встал, его глаза были все еще закрыты. А затем один из присутствующих достал для него новую одежду и надел на тело Цин Ву. Побег. Вдруг раздались звуки сирены охранников. Группа пришедших в крепость начала двигаться. От них стала исходить убийственная энергия. Цин Ву наконец открыл глаза. В них уже не было того острого света, а наоборот одно лишь спокойствие. Все уже подготовили? Спросил Цин Ву. Еще нет. Ответил человек с медальоном. Но Цин Ву не изменился в лице. Словно он этого и ожидал. После освобождения мастера Цин Чуана, нарушилась равновесие в стране Чу и император уже сделал свой ход. Если бы не будем действовать быстро, Чу Тин Ха может заставить уважаемого генерала замолчать. Тогда у нас не будет выбора, лишь сразу приступить к выполнению плана. Даже после стольких лет человек с медальоном обращался к Цин Ву как к генералу. В конце концов, надо ли делать врага из страны Чу? Вздохнул Цин Ву. Все было предрешено с момента смерти Вукина. 12 генералов поклялись отомстить за его смерть и их поколение тоже дало клятву. Но вы все молча терпели и не давали команды. Мой отец и несколько дядей могли лишь отступать, втайне собирая силы и надеясь, что развязка не заставил себя долго ждать. Человек говорил очень тихо, но его слова были весомыми. Словно за смертью Вукина была какая-то тайна. Однажды Вукин потряс мир, помог предыдущему императору завоевать мир и подчинить себе вражеские силы повсюду. Однако, после убийства Зайцев, гончие уже не нужны. Этот эпизод истории знают лишь некоторые генералы, которые стояли в первой линии во время войны. Но отойдя до граждан Чу правда исказилась. Никто не знал, как все было на самом деле. Этот эпизод казался спокойным, но на самом деле в нем зарождалась буря. За пределами крепости бушевал тайфун убийственной энергии. Загадочная группа воинов вбежала внутрь. Они все были облачены в тяжелую металлическую броню и скрывающие лица шлемы. Их сила была до невероятной степени ужасающей. Это были лучшие из лучших. Когда Вукин умер, а резиденция Цин переместилась в город Небесной Гармонии, эти солдаты перестали перед ней отчитываться. Они просто рассеялись по всем четырем направлениям. Чу Тин Ха был в курсе этого. Страна Чу имела много перспектив. Ее сеть информаторов работала очень быстро и слаженно. Чу Тин Ха не хотел убивать Цин Ву и Цин Чуэна, потому что был уверен, что со смертью Цин Ву страна Чу погрузится в самый центр ужасающего торнадо. Силы тайных организаций хватит, чтобы перевернуть с ног на голову всю страну и императорский авторитет. Чу Тин Ха ничего не делал, а Цин Ву зеркально отразил его действие, что привело к хрупкому равновесию. Но после событий на Перу Юнь Линь равновесие начало рушиться, поэтому Чу Тин Ха решил больше не медлить. Сегодня посланники сети небесного транспорта в тайне доставляли посылки и письма в разные части страны Чу. Они даже заходили за границу других стран. Словно в стране Чу вот-вот грянет шторм. Но не важно что будет, об этом знали лишь избранные. Обычные граждане жили обычной жизнью и понятия не имели о том, что грядет. Даже Цин Чуэн не знал об этом. Цин Ву никогда ему об этом не говорил. Цин Хи Цин И, которые сражались на первой линии, тоже об этом не слышали. Цин Вин Тян тоже был не в курсе. В душе дедушка Цин был очень нежным и мягким человеком, который был ни капельки не похож на этого жестого генерала, прошедшего через столько войн. Цин Ву любил мир и покой и был очень дружелюбным человеком. Больше о нем Вин Тян ничего не помнил. Даже Цин Чуэн не мешал Цин Ву. Отец и сын встречались крайне редко. В резиденции Цин Вин Тяна в Звездной Академии Цин Я накрыла на стол еду и вино. Все трое вкусно поели и счастливо улыбались от такого семейного обеда. Пришло время для фестиваля воспоминаний. Прошел уже год. Интересно, где сейчас твоя мать, не в городе ли гармония неба? Цин Чуэн вспомнил свою жену с грустью на сердце. Прошел уже год. Она, должно быть, переживала за него. Отец, мама, наверное, уже перебралась обратно в город гармонии неба. Когда ты хочешь пойти туда, давай поедем вместе и осчастливим маму. Цин Я передала овощи Цин Чуэну с счастливой улыбкой. Угу, кивнул Цин Чуэн. А как же второй и третий брат? Новостей от них не было, а ваш дед Цин Ву все еще в черной крепости. С ним все будет отлично. Улыбнулся Цин Вин Тян, словно успокаивая отца. Хороший сын. Когда вырастешь, ты станешь еще сильнее. К тому времени королевский клан будет бояться тебя. Цин Чуэн потрепал сына за волосы. За год Вин Тян возмужал и все детские черты покинули его лицо. Но не важно сколько ему лет, для Цин Чуэна он всегда будет ребенком. На обратном пути Цин Я рассказывала Цин Чуэну истории о том, как сейчас силен Цин Вин Тян. Цин Чуэн благодарно улыбался. Он никогда бы не подумал, что всего за год юноша достигнет такого. Брат Цин. В этот момент у павильона вдалеке появился человек и позвал Цин Вин Тяна. Старший боевой брат, что-то случилось. Вин Тян подошел к нему. Этот человек участвовал в расследовании покушения на его жизнь, а также отвечал за безопасность юноши. Императорская звездная академия очень серьезно отнеслась к попытке убийства. Мы провели тщательно расследование и у нас есть несколько подозреваемых. Скоро будут результаты. Глаза Цин Вин Тяна заблестели острым светом. Спасибо за ваши старания. И еще кое-что. Сиалу послал людей, которые требуют, чтобы мы отдали им Цин Я. Они хотят, чтобы девушка вернулась в страну снежного облака вместе с ними. Скажи им, чтобы шли к черту. Голос Вин Тяна стал холоднее. Из-за событий на Перу Юн Лин Йон понял, что было на уме у Сиалу. Академия разберется с этим. И последнее. Старейшина Рен спрашивает, когда ты хочешь пойти в павильон Небесной Звезды? Улыбнулся старейшина. Словно он и пришел, чтобы спросить это. Рен Кьян Син надеялся, что Вин Тян поднимется на седьмой уровень как можно корее. Точно, я приду как только смогу. Ответил Вин Тян. Ему тоже не терпелось узнать, какие секреты скрывает седьмой уровень. Что за него так упорно боролся таинственный Дворец Девяти, используя все свои грязные методы, чтобы сделать Луак и Янки чемпионом. Ладно, продолжай заниматься. Старейшина похлопал Вин Тяна по плечу и ушел. Ему самому было интересно, что же там на седьмом уровне павильона Небесной Звезды, но вот беда. Это не он победил на Перу Юн Линь, поэтому попасть туда он не мог. Глава 152. Указатель Зверя Войны. С покушения на жизнь цен Вин Тяна прошли сутки. Хоть Звездная Академия усилила охрану, все ограничения были сняты и люди снова могли входить и выходить, как им вздумается. Янус вышел из Академии и пошел слоняться по улицам. Его спокойный взгляд не выдавал его эмоций, никто не знал, о чем он думал. Расследование проведенной Звездной Академией было очень серьезным. Всем воинам Юаньфу пришлось подтвердить свое алиби в тот день и привести свидетелей в доказательство. Таким образом получилось вычеркнуть многих их списка подозреваемых. Они точно найдут предателя, это лишь вопрос времени. Однако, Янус о чем-то переживал. Он бормотал себе под нос, сдвинув брови. Вдруг он замедлил шаг, его аура вырвалась наружу, вместе с обоими его астральными душами. Рядом с ним пронеслось длинное отравленное копье. Янус зарычал от гнева, ужасающий ураган покрыл его тело. Он выбросил много ладоней, заблокировав атаку воина с копьем. Вокруг него появилось несколько воинов Юаньфу. Они все были в черных одеждах и прятали свои лица под масками. Их убийственная энергия была в полной боевой готовности. Не было произнесено ни слова. Словно они пришли, чтобы убить Януса. Он изменился в лице и в гневе прокричал. Что? Решили заставить меня молчать, убив. Как только он крикнул это, воины тут же остановились. Янус задрожал от ужаса и весь побелел. Он понял, что сказал что-то не то. Все воины Юаньфу сняли маски и показали свои лица. Увидев их, Янус почернел. Что, что вы творите? Это все были воины Юаньфу из Звездной Академии. Очевидно, Янус угодил в их ловушку. Старейшина Янус, можешь больше не притворяться. Выступил вперед старейшина Тысячи Рук. Он холодно смотрел на Януса. Расследование считает тебя самым подозрительным из всех. Как и ожидалось, ты попал в нашу ловушку. Кто дал тебе инструкции? Раз он упомянул молчание и смерть в одном предложении, было очевидно, что кто-то другой послал его убить сын Вентина. Хоть Янус и ненавидел Вентина, но он бы не стал так рисковать из-за одной ненависти. Ранее он уже предпринимал попытку убийства и знал, что если получится, то игра стоит свеч. Тогда он был ушел из Звездной Академии и покинул страну Чу. Как жаль, что у него не получилось. Как вы думаете, кто смог заставить меня работать на него? Холодно улыбнулся Янус. Старейшина Тысячи Рук нахмурился. Кажется, Янус намекал на то, что за всем этим стоит Чу Тинха. Но старейшина Тысячи Рук не собирался верить ему на слово. Он холодно уставился на Януса. Из него будет сложно что-то вытянуть. Старейшина пытался убить юного гения Академии. Это преступление заслуживает жестокого наказания. Смерти. Объявил старейшина Тысячи Рук. Привести приговор в исполнение. Как только он произнес это, убийственная энергия воинов Юаньфу заполонила все вокруг. Вы даже не вспомнили о моем вкладе в Звездную Академию. По меньшей мере я старейшина уже много лет. Как вы можете просто так убить меня? Прокричал Янус. Он изменился в лице. Он не ожидал такой жестокости. Однако, старейшину Тысячи Рук это не волновало. Он повернулся к Янусу спиной и направился обратно в Академию. За его спиной раздавались звуки сражения. После нескольких коротких атак на дороге Королевской столицы осталось бездыханное тело. Стоящий рядом с ним приказал. Устройте ему приличные похороны. Несмотря ни на что, он все еще член нашей Академии. Смерть Януса была небольшим событием по сравнению с остальными. Она породит лишь небольшое волнение в Звездной Академии. Но на самом деле его смерть дала зеленый свет для многих вещей. Звездная Академия прояснила свою позицию, убив его. К тому же, они потратили столько сил и ресурсов, чтобы выяснить, что пытался убить их ученика. Цинвентина словно громом поразила, когда он услышал новости о смерти Януса. Старейшина, который всегда усложнял ему жизнь, так тихо погиб. К тому же, это он был несостоявшимся убийцей. Цинвентину не было жалко Януса. Он чуть было не убил его и тяжело ранил Мокинчин. Капля крови и широкая улыбка девушки навсегда останутся в памяти Цинвентина. В это время в Звездной Академии Цинвентян задрал голову, глядя на величественное здание павильона Небесной Звезды прямо перед ним. Павильон Небесной Звезды делился на 9 уровней. Чем выше уровень, тем он теснее. Всех, кто когда-либо вступал на седьмой уровень, можно было пересчитать по пальцам одной руки. Даже старейшины Звездной Академии не могли туда попасть. Для того, чтобы повысить уровень своего медальона, нужно было астрономическое количество метеоров Юань. Поэтому вход на седьмой уровень павильона Небесной Звезды подготовили специально для чемпиона пира Юнь Линь. Винь Тян сделал шаг вперед и вошел в павильон. Он стал первым на пиру и его медальон поднялся до седьмого уровня. Сначала юноша решил остановиться на шестом уровне. Ведь там были лучшие искусства воинов Юань Фу и высшие техники боя. Цин Винь Тян пришел туда только с одной целью. Техника пальца Горуды уровня Юань Фу. Он нашел ее, взял книгу и положил внутрь своего межпространственного кольца. А на остальные техники Винь Тян даже не глянул. Потому что он не отточил их до совершенства, бессмысленно было бы тратить на них время теперь. Хоть мощь техники увеличивалась с уровнем силы, чем выше уровень техники, тем она сильнее. Это не имело смысла, если воин не умел контролировать свою силу. Это будет лишь мешать ему. Например, искусство мечты древней Алибарды. Хоть уровень техники не был высоким, но Винь Тян создал ее сам, поэтому техника содержала много силы, и когда Винь Тян ее использовал, это было очень мощно. Он поднялся по лестнице шестого уровня и увидел старика тихо сидящего там. Его тело покрылось пылью и даже волосы приобрели серебристо-серый оттенок. Неизвестно, сколько лет он уже здесь сидит. Сеньор позвал Цин Винь Тян. Проходите. Тихо сказал старик, словно узнав Винтина. Винь Тян ничего не сказал, просто поклонился старику. Седьмой уровень был заброшен всеми, потому что никто из юного поколения не мог попасть туда. Поэтому его хранитель был очевидно очень сильным воином академии и заслуживал почтения. Когда Цин Винь Тян поднялся на седьмой уровень, то увидел книжную полку, полную разными искусствами и техниками указательного пальца. Кроме полки там было еще три коридора. Над входом в каждой были написаны цифры 7, 8 и 9. Кажется, эти входы означали вход на седьмой, восьмой и девятый уровни павильона Небесной Звезды. Словно этот уровень был пределом, выше идти было некуда. Цин Винь Тян внимательно изучил седьмой уровень и у него была парочка гипотез об этом, но кто бы думал, что все окажутся так просто. Три входа и книжная полка. Винь Тян сначала подошел к книгам, чтобы найти одну. Через секунду его сердце содрогнулось. Там были техники воинов Небесного Ковша, каждая из которых могла бы потрясти всю страну Чу. Кроме техник Винь Тян заметил объемный слот рядом. На нем было написано три слова. Указатель Зверя Войны. Винь Тян открыл его и был ошеломлен его содержимым. В девяти небесных слоях существует великое множество боевых созвездий. Каждая из них обладает своей силой. Сильные воины прибегают к сильным созвездиям, а слабые – к слабым. Однако, граница между разными созвездиями очень ясна. Почетная Небесная Секта однажды собрала всех совершенных воинов из Империи Большой Сия, которые имели астральные души типа Зверя. Среди.